Я к нему Я за ним упаду в пропасть Я за ним, извини, сердце Я к нему поднимусь в небо Вот, пожалуйста, может быть, вам из-за этого что-то понравится Примерьте, не торопитесь Оно очень красивое Шуточка, тебе очень едет Простите, сколько оно стоит? Двадцать четыре тысячи Сколько? Можно оформить кредит, если хотите Нам, наверное, что-нибудь попроще Да, вот это вот сколько стоит? Двенадцать тысяч за одну То есть за оба опять двадцать четыре Да Простите, молодой человек, а какая ценовая категория вас устроит? В районе десяти тысяч Ну да, за оба Свет, покажи, пожалуйста, второй планшет Вот, пожалуйста, восемь девятьсот за оба Восемь девятьсот за оба, да? Да Замечательно, мы их берем Шуточка, берем и едем Ты же знаешь, твой папа не любит, когда опаздывают Второй столик Ага Я не понял, где вискарь мой, а? Ваш виски Ну ты смотри, а Слышь, молодой человек, я же сказал Лед в вискарь не класть Так бодяжет плохой вискарь, а я заказывал хороший Компренду? Спасибо, я учту Гарик, переводку Да ладно, я в кино видел Короче, из этого списка Нужно выбрать три-четыре верных магазина Да, работаем быстро, собрано Пока минуты чухаются, мы отскочили А как со сбытом? А ты не парься, сбыт это моя проблема Девушка, дайте воды, пожалуйста С газом, без? Без Так, а что сидим-то? Вперед, 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 а? Подготовиться нужно хорошо Мне три-четыре понадобятся Так, что готовиться-то, барин? А водитель? Ты подумал, нам водитель нужен Да я сам за руль сяду Ты? Да я к тебе в тачку под страхом расстрела несу Да ладно, а? Пожалуйста Спасибо Я газ с урпасом не перепутаю В отличие от тебя Что с вами? Женя Да, что? Жень, помоги, пожалуйста Давай, давай, парень Это же Тарасов Какой Тарасов? Известный гонщик С вами все в порядке? Ты что, не слышала, что... Нажрался Чего? Проходите, проходите Здесь мы поставим столик для жениха и невесты Отлично А остальные столики буковкой П к выходу Сейчас вам покажу, где будет сцена и диджей Вот здесь вот Кстати, у диджей есть готовая программа Можете воспользоваться А военные марши будут Папа, тебе волю дать Ты всех в шеренгу поставишь А кто у нас, папа, полицейский? Начальник РУВД, полковник Мелехов А дочка и будущий зять оперативники Так что у меня не жизнь, а сплошной стресс Да, вы что представили Да Давайте пройдем на ресепшн, уточним бронь на ваш номер Мам, а вы можете с папой остаться меню обсудить? А то нам еще в салон надо Ну, конечно, моя хорошая Это в корне неправильно Сделаем так Мама с Сережей останутся, обсудят меню А мы с тобой поедем Платье посмотрим Пап Не обсуждается Вот так, Сереженька, привыкай Как наш папа сказал, так и будет Мне ли не знать, Анна Васильевна? Ну что, если Если через неделю я получу всю сумму То меня это вполне устроит Андрей, я понимаю, что ты Тарасов Известный гонщик И все такое прочее Ну, мне хотелось бы каких-то гарантий Гарантий? Да, пожалуйста Адрес В смысле? Куда ехать? Третья советская Тон пять Слышь, Шумахер Может пристегнуться Ты че творишь-то, э? Шумахер Шумахер А-а-а! Ну-ка, вылазь! Вылазь, я сказал! Ты чё, совсем обдурел? Ну чё, мозгов нету совсем! Растерял? Ты нас чуть не угробил! Третья, Советская, дом пять, квартира три, черный курс. Мощно. Принято. Пап, ну ты же фасон платья такое, посмотри. У вашей дочери прекрасная фигура, грех ее прятать. Вот так понял. Не хватало, чтоб ты в день собственной свадьбы формы оголяла. По-моему, все очень невинно. А давай попробуем. Ну, если у вас это называется невинно, извините. Сейчас поправим. Ну, Григорий Иванович, представьте себе, Сашка в таком красивом платье, Серега рядом в костюм. Ну что вы? Не переживайте, будет еще мандо с капюшоном. А можно, чтоб без капюшона было? Пап, а хочешь, еще мы паранжу наденем? Ага. Было бы неплохо. А вот там не надо подтянуть, посмотри. Давай чуть-чуть. Да, слушаю тебя. Ну куда она такая худенькая? А перчатки будут? Ты хорошо подумал? У тебя же не упадешь. Красивая, да. Ладно, я согласен, в третью все вечера. Но мое предложение не изменится. Я такое хотела. Я такое хотела. Шура, ты скоро? Ага. Пап, ну ты же сам хотел со мной поехать, а? Да, но. Теперь обстоятельства изменились. Так, хозяйка, значит вот деньги. Это вперед. Только пересчитайте, чтобы все было точно. Ну это много. Ну ничего, берите, берите. Ирина Дмитриевна. И это за два месяца. Ну, чтобы вам было спокойно и комфортно. А съедем мы наверняка раньше. Илья Сергеевич, я благодарю вас. Спасибо, Илья Сергеевич. Мне даже неловко как-то. Дорогие мои, если вам что-нибудь понадобится, то обращайтесь ко мне, не стесняйтесь. Хорошо. Ну, мне-то зачем одной такие хоромы? Как вот ушел в мир иной мой Лев Александрович, я и сдаю квартиру. Все-таки это помощь серьезная. Вот. А я не буду вам мешать, вы не беспокойтесь, когда я буду приходить. У меня есть отдельный вход через черную лестницу. Черная лестница — это хорошо. Бабуля, слышь, а че книг-то столько, а? Я вот в жизни поверю, что муж твой прочитал их все. Милый ты мой, он не только прочитал все, он половину написал. Он еще и писал у нее. Вы позволите? Да, пожалуйста. Только у меня будет к вам одна просьба. Не курите, пожалуйста, в квартире. Э, че такое, че за не курить-то, а? Ну, вы все, книги и мебель, они впитывают табачный дым. И че? Не беспокойтесь. Гарик, будешь курить на улице, и это не обсуждается. Благодарю. Жесть. Какая прелесть! Вы знаете, у вашего Шопена такое рассыпчатое пиарле при очень нежном душе. Сто лет не касался клавиш. Калечный, я не понял, че за трулили такое еще. А тебе это интересно? Чего? Ничего. Спасибо за комплект. Ты куда? Анюта, я на часок отъеду, у меня дела. Гриша, ты же обещал отпуск взять. У Сашки свадьба через неделю, а у тебя все время какие-то дела. Ну, может, ты на завтра свои дела перенесешь, а сегодня с ребятами бы посидели бы, поговорили, а, Гриша? Вот потому что свадьба через неделю, я должен с этим делом разобраться. Все, Анна Васильевна, я вошел. Скоро буду. Да раньше как-то гонки кормили, а теперь все больше извоз. А в кафе, че это было? Да это так, не обращайте внимания, обыкновенный обморок. Я восприимчив к перемене погоды, поэтому… Вот ты реально как баба, а! Что ты хрил ему? Может, у тебя ПМС, а? Успокойся. Курит на улице, Гарик. Да я форточку, барин! Авария? Проблема с сосудами? Ну, есть такой момент. А операцию? Есть шанс остаться овощем, ты бы согласился? Я? Нет. А если за рулем случится? Не случится. Исключено. Ну, дай-то Бог. Умник, я же сказал тебе курить на улице. Да я все, я допинал уже почти, че? Ну, дай-то. Ну, дай-то. Зря ты не согласился на мое предложение. Я давал тебе три дня и это был твой единственный шанс. А теперь я вынужден. Па-бам! Никогда бы не подумал, что буду жить в доме у Мелихова. Сережка, перестань на меня так смотреть. Как так? Ну, так, пристально. Пристально. Угу. Ты когда к нам в водил пришла, прям такая скромная была. Я в тебя сразу влюбился. А потом, представляешь, Игорь Яныч мне и говорит, что ты дочка Мелихова. Не, ну я, конечно, ему сразу не поверил. А что, если бы ты сразу узнал? Ты бы не стал со мной ухаживать? Ну, я не знаю. А? Какой ты, а? Ой, что-то Гриша задерживается. Обещал через час вернуться. Столько времени прошло, а его нет. Телефон не отвечает. Ну, пойдем хоть со мной чайку попьем, а то бросили меня совсем одну. Да не волнуйтесь, Иванна Васильевна, все с ним будет в порядке. Здравия желаю, товарищ подполковник. Что? Ну что, Слав? Плохо все, Алексей Павлович. Очень чисто сработали. На голове гематома. Сначала оглушили, потом застрелили. Из его же Стечкина. Пистолет нашли? Нет. Ищите. Вдруг его где-то здесь выбросили. Хотя, если в лесу, шансов у нас нет. До лета искать можно. Саша, Саша, куда, куда, куда? Не надо, не надо туда. Не ходи. Успокойся, успокойся. Не надо туда ходить. Не надо, не надо. Успокойся. Алексей, Алексей Павлович, что? Саша, я на работу. Что Мителюну передать? Что через дня два-три я выйду. Саша. Я не могу оставить маму. Ну, ты же видишь, в каком она состоянии. Пойми, ну нельзя так. Похороны закончились. Жизнь продолжается. Солнышко светит. Кто там еще? Привет. Привет. Привет, Катюш. Привет, Сереж. Ладно, девчонки, я полетел. Держись. Сашка, может я не вовремя, а? Нет, пожалуйста, побудь немного. А то совсем тяжело. Маме плохо. Я уж совсем не знаю, что мне делать. Катя, Катюша. Красавица какая, а? Сашенька, ну что ж ты не сказала, что Катя к нам пришла, а? Ну, пойдемте скорее чай пить. У меня варенье там вишневое. Давайте, давайте, с мороза хорошо, горяченького. Идем, мам. Катюша, у меня еще конфеты есть и печенье. Простигайся. Ну, здравствуй, Владимир Альбертович. Барин, ты откуда взялся? Мило у тебя, уютно. Слушай, а я не признал, богатым будешь. Конечно, буду, Володя. Даже не сомневайся. Ты давно в городе? Да нет, недавно. На прошлой неделе приехал. Ну, чего? Ностальгия по студенческим временам? Не совсем. Я на гастроли. Мне вообще-то говорили, что тебя вроде бы закрыли. Кто говорил? Ну… Что ты глупости слушаешь, Володя? Ну, значит, на гастроли. В общем, как я понимаю, принялся за старое. Да, по-другому, значит, не можешь. О как! Это у тебя Каплан? Каплан, Каплан. Да. За старое. Не все же могут так удачно вписаться в современную жизнь. Ну, это ж ты у нас творец. Художник, так сказать. Сейчас – время не для художников. Помнишь, как ты в конце с преподами спорил? Параллельные квинты, дескать, на законы гармонии тебе наплевать. Музыка должна идти отсюда. Музыка должна идти от сердца, Вова. Онли. Это понятно. Но, знаешь ли, сейчас лучше законы не нарушать, а соблюдать. А если что-нибудь нарушить, то аккуратно. Чтобы, так сказать, не ломать гармонию в системе. Ну что, за встречу? Спасибо, я не буду. За рулем. Ну, будь здоров. Так и не научился пить коньяк. Нельзя закусывать лимоном, Вова. Это мовитон. Прости баринку, да уж нам. Слушай, а как ты вообще сюда проник? У меня же охрана. Да как обычно, ты же меня давно знаешь. Витя! Витя! Ну и что, мне теперь его лечить или хоронить? Ты его вылечи вначале, а потом уволь. И не надо экономить на охране. Целее будешь, Вова. Слышь, друг, а ты Шумахера видел? Нет. А Берлускони или Петрова нашего, а? Горик, что тебе надо? Не, не, ничего, ничего. Просто интересно, чем ты дышишь, а? И что вы вообще за народ такой, гонщики? Вот что тебе после вот аварий твоей никто не помог, а? Вот у Димона в прошлом году хата сгорела, а там мать была. И барин за свои бабосы ее с того света вытащил. Это я понимаю. А у вас че, а? Горик, шел бы ты машину, что ли, посетить? На! Ладно ты, не боись. Проверка связи. Да ладно, че ты, че ты. Только не обижайся, девочка. Ну и что ты от меня хочешь? Сбыт. Сбыт чего? Ювелирки. Это ж твоя тема. Вот и поможешь старому другу. Дружба дружбой. Но в твои темы вписываться, это себе дороже. Ты мне хочешь сказать, что вот это вот все нажито честным капиталистическим трудом? Ну не скажу. Но у меня здесь все налажено, понимаешь, все шито-крыто. А у тебя тихо, спокойно же не будет. У тебя ж всегда все аллегро, вивачи, кон фуоку. А как ты хотел? У меня есть человек, у него широкая сеть ломбардов по стране. Некий Сарматов. Я думаю, что он должен тебе помочь. Только если что, я не при делах. Вкусно, вкусно. Горе-то у нас какое. Гришеньку. Гришеньку. Убили. Убили. Все-все-все-все-все. Мамочка, прошу тебя. Анна Васильевна, может, вам прилечь. Ой, зачем только я его отпустила? И что же теперь? Ну как же так-то? Все-все-все. Да не надо мне ничего, не надо. Убери это, убери. Одни ведь мы с тобой, дочка, одни. Все-все-все-все. Все-все-все-все. Все-все-все-все-все. Все-все-все-все-все. Все-все-все. Все-все-все-все-все. Да ну-ка, не хочу связываться даже. И не звали? Дай трубу мою. Ай! Алло, добрый день. Сарматов Константин Борисович? Да, 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 да. Он мне дал ваш телефон. Виктор Михайлович, я слышал, вас на место Мелехова собираются поставить. Будете начальником РОВД? Поменьше бы слушал, побольше делал. О, слышу в голосе строгие нотки. Прям как у Железного Мелехова. Во-первых, вопрос на моем назначении еще не решен. А во-вторых, ты поменьше бы извил. Я не извлю, но просто на этом месте бы неплохо смотрелась табличка с надписью «Подполковник Метелин, ВМ». Юра! Я молчу. И Вашов где? Ну, вы же были на совещании, я отправил его на выезд. Тут обнесли одного буржуя высокопоставленного. Саша когда собирается выйти на работу? Собиралась завтра. Вроде у нее все в порядке. Да, хорошо. Спасибо большое. Ну, чё? Гарик, русский язык велик и могуч. И кроме слова «чё» в нем есть прекрасные словосочетания. Например, магазин барха. Чё, прям сейчас? А чё тянуть-то? Алексей Павлович, а что происходит? Почему кабинет Мелихова обыскивают? Парни из службы собственной безопасности что-то накопали. Следственный комитет к делу подключился. А что ищут? Что-то конкретное? Знать бы. Опа. Что там? Ничего хорошего. З chamарка «чё» тянуть. А что-то истинное случаях. Окей! Моства! – Алло, Алексей Павлович. – Да, Шура. Да. Здравствуйте. А вы на работе? Да. А что случилось? Хочу заехать к вам. Я тут у папы в пиджаке нашла блокнот. Записи сделаны недавно. Тут про ювелирный магазин и контрафактное золото. А может быть, это как-то… Блокнот? Ну, конечно, привози. Это же поможет нам на след их выйти. Тогда я к вам сейчас подъеду? Да. Хорошо. Шура, я жду. Спасибо. Ну, давай, Гарик, ты у нас первая скрипка. Глаза не смотреть. Ружье грузи. Все. Давай быстрее. Чего ты копаешься? Ну? Давай, давай. Живо. Давай, клади все в сумку. Покажи. На месте стоит. Давай. 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 Польем. Завязывай. Ты же убьешь его. Ну, и кто здесь бросали? Лежать! Да! Грузи, грузи! Да-да-да! Че там? Нормально все, Барри! Нормально! Папа! Все, 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 уходим! Руки не опускай! Не дергаться! В общем, зря только смотался. Мужик этот недавно свою жену из дома выгнал из-за измены. Ну и на развод подал. А она со своим новым хахалем решила имущество располовинить, пока того дома нету. Ну, а когда он вернулся, стал нам звонить. Помогите, мол, ограбили. Смешно. Я ж тебе всегда говорил, Серега, женить бы — это зло. Вот вы с Шуркой свадьбу отложили. Может вообще отказаться от этой идеи, а? Да ну тебе, Игорь, чё ты несешь? Я несу умные мысли, основываясь на большом жизненно молпыке. Подтолковник Метелин. Что? Принято. Ювелирный магазин только что обнесли. Едем. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Шурочка! Это всё не годится. Надо всех допросить. Ну что это такое, а? – Сделаем. – Работайте. Ну как ты? Как мама? Да, как? Понимаю, хорошая моя, понимаю. Спасибо вам, что с похоронами помогли. Ну что ты, Шурочка? Гриша же был моим лучшим другом. Так, вот его блокнот. Угу. Вот. Так. Да ты, да ты. Подожди. Двадцать третьего, ноль второго – бархат. А сегодня? Двадцать третьего. Сегодня ограблен магазин «Бархат». Так Гриша знал. Алексей Павлович, ну откуда он мог это знать? Может, числа что-то другое означают. А Сулейманов – это кто? Ты знаешь, я всё это посмотрю более тщательно, что в эти дни происходило, да? Может, появится какая-то ниточка. А хоть какая-то версия есть? Версия, версия пока только одна. Следственный комитет считает, что это связано с профессиональной деятельностью Гриш. И свидетелей на трассе тоже не пишут? Ну, конечно, нет. Понятно. Шурочка, Шура, но мои ребята землю носом роют. Спасибо. Я был у себя в кабинете. Была новая поставка. Всё произошло очень быстро. Ну, буквально пять минут. Прибежала Лиля, кричит, ограбили. Тревожную кнопку-то она успела включить. Да уж. Ну, а почему камеры наблюдения у вас не установлены? Да всё думал, пронесёт. Уж меня-то это не коснётся. Да. Да и дополнительные расходы, опять же. Что у тебя? Да ничего. Работали в перчатках, отпечатков ноль. Ивашов, у тебя? Виктор Михайлович, там участковый дедуля нашли. Он утверждает, что их четверо было, один в машине сидел. Но он, конечно, ничего разглядеть не успел. Что за машина? Да он в марках как-то не очень, говорит, большая, чёрная или серая, ещё какая-то. Да, улик хоть ковшом черпай. Да, говорил, что часть номера жёлтого цвета. Транзит, что ли? Гастролёры? Ну почему? Может машину недавно купили? Ну да, конечно. И давай на ней ювелирки грабить. А почему нет? Версия имеет право быть. Но нам же хуже. Если это гастролёры, то тридцать четыре ограбления, их как ветром сдует. Как вариант. Да. Так что молите Бога, ребята, чтобы это были наши местные. Тогда есть ведь какой-то шанс. Слушай, барин, что-то он какой-то стремный. Он один? Ну, вроде один. А деньги? И деньги, говорит, при нём. Но… Пошли, Димон, посмотрим. Ну что, Андрюха, живём, а? Слушай, ну ты реально крут, а? Ты как тапку в пол вдавил, за двести ушёл. Я чуть не блеванул. Реально. Чё как… Я… Я такое сейчас смотрю. Да, Саша. Ну, всё. Ну, нормалёк, чё? Где такого товара-то нарыла? Нравится. Шутник. Да не парься ты так, брателло. Раскидаем мы твой товар. Завтра же. В Новгород, Тверь, Псков. В лучшем виде. Деньги. Опаньки. Вот они, мои родные бабульки, бабаны, бабусики. Перебей. Всё правильно. Доверяй, но проверяй. Да всё нормально там, как договорились. Минус двести тысяч. Что? Слушай, ну, двести тонн всего. Слушай, извини, брателло. По дороге такого порошка предложили нереального. Я не смог отказаться. Ну, сам знаешь. Завтра отдашь. Ладно. Договорились. А чё ты такой смурной? Лайф из кайф. Завтра. Кто-то так, что не может быть? Хе-хе-хе. Хе-хе. Кто ж нам так поляну-то изгадил, а? Сколько там было сегодня? Лямов пятнадцать. Сегодня утром партия контрафакта из Турции пришла. Такая тема сорвалась. А чё шеф-то говорит? Да чё говорит? Тут надо думать, случайно так получилось? Или кто-то адресочек слил? Найти бы этих уродов. Ладно. Поехали. Не будем тут отсвечивать. Дома. Стой, стой, стой. Чё? Какого Мефистофеля ты на охранника полез? Если б завалил. Так это, он же к стволу потянулся, мог перестрелять всё. Ты имбецил, Гарик. Возьми себе фамилию «Антимозг». Да что такого-то? Ты чуть все дело не запорол. Да я-то что, барин? В следующий раз сурово накажу. Да ладно. Все ж зашибись вышло. Ну, кайм же, а? Я сказал, а ты услышал, да? Да, а что? Понял. Слышь, парни, а давайте номер какой-нибудь шикарной гостиницы снимем, чтоб плазма была здоровая, джакузи. Чего мы, как динозавры, в этом доисторическом музее сидим? Димон! А ты давай, Гарик, езжай в гостиницу. Только объясни им там, откуда у такой шпаны, как ты, столько денег? И паспорт захвати, чтоб тебя легче найти было. Да, кислые вы. Такое дело забабахали. Ах, вы мои хорошие. Здравствуйте. Илья Сергеевич, ну это дивно. Как вы тонко чувствуете Чайковского? Спасибо. Консерватория? Да. Боже, ну что же вы так незатейливо ужинаете? Без горячего нельзя. Да не беспокойтесь, Ирина Дмитриевна. Стесняетесь пользоваться кухней? Нет, мы по-походному, по-мужски. А хотите, я приготовлю что-нибудь? Я не великий кулинар, но Лев Александрович очень уважал мое соте из судака. Как со соте? Соте. Как-то неловко вас беспокоит, но если соте… Да. Очень будем признательны. Все, тогда договорились. Хорошо? Пока. Пока. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Чё такое соте? Забудь. Соте. Соте и сутака. А она нас за людей считает, барин. Но а мы кто? Это хороший вопрос. Что со вчерашним ограблением? Да ничего, Виктор Михайлович. Продавщица ничего толком сказать не может. Да и не только она, и все те, кто находился в магазине. Что еще? Я сегодня ориентировки на похищенные вещи отправил по районам. Участковые с утра шерстятся ломбарды из Кубки. Да. Остается надеяться, что эта ювелирка где-нибудь всплывет. Да, и вот что еще. Да. Запросите записи всех камер, которые установлены на улицах этого района. Может, там что-нибудь найдется. Что, Кира, нет больше? Чая завари крепкого. Не выспался ни хрена. Кровать неудобная. Ты, Димон, шконку на зоне вспомни, и жизнь сразу же покажется ярче. Это точно. Барин! Барин! Барин, слышь, голубь этот он, он вообще с головой не дружит, походу. С арматом. Че, денег не отдал? Да нет, деньги отдал. Вот, там у него в ломбарде наши цацки вчерашние, лежат на витрине. А ты ничего не попутал? Да ничего я не путаю, барин! Я захожу, Сережка, вчерашняя, которая к уху прикладывала, ржала, она лежит на витрине, отсвечивает! Собирайтесь, прокатимся к этому дурачку, посмотрим, что там. Только в аптеку заехать надо. Не вопрос, по дороге. Ну, наконец-то! Барин, ну нафига ты его в нашу тему вписал, а? Он же каличный, все дело нам запорит! Извините, можем ехать. Что купил? Витамины. Ого! Че, не стоит? Дилуксин? Ого! Тридцать две тысячи четыре таблетки. Так, показания к применению. Постравматическая энцефилопатия острой стадии. Понятно. Теперь понятно, зачем тебе нужны деньги. Слышь, болезный, так ты у нас по всем параметрам получается на колесах всю жизнь, да? Поехали. Время теряем. Ха-ха-ха. Бонжур, месье Форматов. Фух, нафиг так пугать братела. Ну, позвонил бы, встретились. А что такое? Что случилось? Я бабло отдал твоему гаврику. Вот это. Купили у тебя в ломбарде. Не в Нижнем, не в Пскове. У тебя. Ну, и че? Че ты напрягся так? Ты расслабься. Я только чутка у себя товара выложил. Сегодня бы все это разошлось. А если бы сегодня к тебе менты нагрянули? Ну, не нагрянули же. Ну, че ты пылишь? Ну, накосячил я малеха. Ну, все же обошлось. Руки! Руки не убрал, урод. Димон! Лайк! 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 Короче, гайцы, камеры просмотрели. Одна машина засветилась и ехала по трассе на очень большой скорости. БМВ «пятерка» темного цвета. Потом свернула во дворы, оттуда уже не выезжала. Я напряг всех участковых, но и они пошли по квартирам. Ну уже хоть что-то. Товарищ подполковник, убийство на Савушкина. Вас вызывают. С какой стати? Убойный отдел пусть этим занимается. Так это они и вызывают. Подполковник Трунов сказал, что это связано с вчерашним ограблением. Владимир Альбертович! День добрый. Да вы оптимист. Что-то случилось? Да вот хотели у вас узнать. Вчера приезжаю в магазин за деньгами, а его, оказывается, обнесли. Причем прямо в тот день, как утром туда партия пришла. Слушайте, ну я тут причем? Час назад Сарматова звалили. Что? Причем, говорят, из того же оружия, из которого вчера в ограбленном магазине стреляли. Незадача какая. Сарматов твой человек. Получается, ты подставил шефа. Ну я им только контакты с Сарматова дал, и все. Че делать-то бы? Послушайте, ну откуда я знал, что они в этот магазин попрутся? Короче, есть только один выход. Как-то искупить свое вино. Ну, что сделать? Я готов денег дать. Скажите, сколько? Нет. У тебя от шефа задание. Вот этот ствол отдашь своим друзьям. Понял? Понял. Во сколько вызов поступил? Двенадцать. Двенадцать. Значит, нужно осмотреть камеры наружного наблюдения в этом районе. – Капитан! – Понятно и доложить мне. Да! – Привет. – Привет. В общем, у него в одежде нашли ювелирку. Со вчерашнего ограбления. Да ладно. Так что надо объединять дела. Слушай, а Сарматов он кто вообще? Хозяин ювелирных этих, ломбардов всяких. Надо проверить все его точки. Хорошо, делается. Все, пошел. – Алексей Павлович! – Да. – На секунду. – Сейчас. Мы тут нашли кое-что в бардачке. О, ничего себе. Вить, Вить, что там? Посмотри. А? Что это? Я что-то ничего не понимаю. Мне вчера следователь говорил, что у них там не все в порядке. Ничего себе, полковник Милихов. Саша знает? Слава Богу, нет. Может, я следовала дома остаться? Справлюсь. – Ты у меня не замерзешь? – Нормально. Ну, хорошо. Ты что, барин? С дуба рухнул? Ты чё плетешь? Подвел твой человек нас, Вова. У себя в ломбарде наш товар выставил. Как это понимать? А я-то откуда мог знать? Ну, откуда я мог знать, что так будет? Теперь будет вот как. Ты будешь принимать товар. По цене? Которую я скажу. Ясно? А вот ни шиша так не будет. Ты моих раскладов не знаешь. – Каких раскладов? – Таких раскладов! Ты вообще оборзел и охамел! А ну, пошли вон отсюда! Понятно? Угомонись, Вова. А то сердце лопнет. Не лопнет. Не подходи! Хорошая волына. Настоящий Стечкин. С предохранителя забыл снять. Договорились? Да, конечно. А как же? Я наберу. Я наблюдаю. Алло. Ну, все в порядке. Ствол у них. Сережа. Извини. Мне нужно с Шурочкой переговорить с глазу на глаз. Ладно? Угу. Что случилось? Шурочка, я даже не знаю, с чего начать. Ну, помнишь, в блокноте твоего отца была фамилия Сулейманов? Ну? Вот этот Сулейманов был убит 29 ноября. Убийцу так и не нашли. Ну, а отец-то тут при чем? Ну, этот Сулейманов, он поставлял ювелирные изделия по ломбардам Сарматова. И магазин «Бархат» был ограблен тот самый день, который записан в блокноте твоего отца. И сегодня в машине Сарматова мы нашли вот это. Что все это значит? Исследователь в кабинете пару бумажек нашел нехороших. Кажется, Гриша, он… Что? Твой папа, он был связан с криминалом. Это будет прекрасный выбор. Ваш вкус оценит. Ну, понятно. Спасибо. 157 тысяч. А вот это колье. Ну, справа которое. С голубенькими камушками. Оно сколько стоит? 210 тысяч. 210? Да. А это 150? 157. Чистый аквамарин. А, чистый. Ну, я понял. Ништяк. Это со скидками уже, да? Да. Ну, ништяк. Слышь, тебе чё? У меня бабок с собой нет. Ну, я попозже обязательно загляну и заберу, окей? Да. Загляните. У нас гибкая система скидок и выгодные предложения по кредиту. А, не, это не для меня эти кредиты. Когда там за полтинник взял, сотку отдал. Это для лохов развод. Чё, я на лоха похож? Нет. Вы не похожи. Ну, так вот, да. Ну, ладно. До встречи, чё? Всего доброго. Ну, давай. Молодой человек, извините. Чё? Вы в мобильниках. Понимаете? Ну, и чё? Да, у меня у дочки день рождения. Она просила телефон. Я не очень понимаю в мобильках. А, ну, я понял, понял. Значит, смотри. Дешевле десяти косарей даже не смотри. Да. Ну, там чё, сенсорный экран, интернет, ясный пень. Чтобы камера была мегапикселей, ну, на шесть минимум. Понял? Ага, ну. Ну, ты, короче, у продавца спроси, пусть он тебе всё показывает, всё объясняет, да? Да? И обязательно покупай только в салоне. На барахолку даже не суйся, обязательно кину. Это понятно. Ну, конечно. Ну, и всё. Чё? Спасибо. Да ладно, чё спасибо? Сто баксов давай. Какие сто баксов? Да ладно, я пошутил. Вот напрягся. Давай, удачи. Шутник. Да, шутник. Барин, ну чё, место ништяк. Тут один охранник и тот лошара. Да я сам всё проверил, сам смотрел. Ага, давай. Я не могу поверить, чтобы папа… Сашка, ну это какая-то ошибка. Давай дождёмся конца следствия. Здравствуйте. Алексей Павлович говорит, что там нашли какие-то документы, что там всё серьёзно, улики. Да, для меня это тоже непонятно. Никогда ты не подумал такое про Григория Ивановича. Хотя наша работа научила меня ничему не удивляться. Ты что, Серёж? Ты веришь, что папа был замешан? Саш, я ни во что не верю. Просто, если это окажется правда, я не хочу, чтоб ты права. Я не хочу в это верить. Этого не может быть. Да я понимаю, понимаю. Здрасте. Здрасте. Так вот, я и говорил. Вот такие дела, потому что он не знал. Ну хорошо, встретимся на адресе завтра. Всё, давай, держи пять. Ага. Привет, молодёжь. Привет. Чё такие кислые? Сам-то как думаешь? А, как мама, плачет? Плачет всё время. Ничего, жизнь такая. Полоса белая, полоса чёрная. Зато у нас с утра хорошее событие. И какое? Та-дан! Поздравляю вас, Виктор Михайлович, от всей нашей тесной компании с назначением. Юра, прекрати паящить. Виктор Михайлович, поздравляю. В общем, так. Руководством было принято решение временно назначить меня исполняющим… Временно. Официально это будет объявлено через неделю. А табличку не рано поменяли? Саша, я понимаю, тебе это неприятно слышать, но работа есть работа. Это была не моя инициатива. Саша. Юра. Да? А ты в свою очередь будешь назначен исполняющим обязанности нашего разбойного отдела. Понял. Держитесь у меня, молодёжь, сейчас. Шутки в сторону. Так, что по текущим делам? По банде есть подвижки? Так точно, Виктор Михайлович. Ломбарда Сарматова проверили. Нашли ювелирку с ограбления, и ещё недалеко от места убийства была установлена видеокамера. Да, привезли материал, Брагин посмотрел и нашёл, что там БМВ-пятёрка засветилась чёрная. Понятно. Продолжайте изучать записи. Может быть там их лица засветились? Сделаем. Поздравляю, шеф. Спасибо. Так, ребята, работа собрана быстро и без самодеятельности. Гарри, это тебя касается. Барин, смотри, если так выскочить. Как называется? Симпровизируем, а? Импровизировать, дружок, будешь ночью под одеялом с Дуней Кулаковой. Да ладно, барин, я думал, будет весело, а? А вот дело сделаем и повеселимся. Андрей, с машиной всё нормально? Да, всё нормально. А с тобой? Полезный? Угомонись. Да ладно, чё ты? Простите, великодушно. Здравствуйте, молодые люди. Добрый день, Ирина Дмитриевна. Я ключ забыла от чёрного хода. Ну, ничего страшного. Я продукты принесла, но, как обещала, для сутра. Из судака. Из судака. Замечательно. А у нас выставка сейчас по нанотехнологиям. Коллеги наши приехали, мы ненадолго отлучимся. Это очень хорошо. Я к вечеру всё приготовлю и буду вас ждать. Спасибо. Золотой вы человек, Ирина Дмитриевна. Вот она, красавица. Чёрная, бэха, пятёрка. Отмотай назад. Ну, хоть бы обернулись, что ли? И паспорт показали с пропиской. Идите, берите нас, а то мы заждались. Давай, назад мотай. Вот, вот, ещё, ещё, ещё. Вот, стоп. Давай чуть вперёд. Ещё. Вот этот кадр увеличить можешь? Сейчас попробуем. Чё-то мне его рожа знакома. Может, он по делу какому-нибудь проходил. Не-не, я его где-то, я его где-то по телеку видел. Это этот, как его, ну, гонщик известный. Шумахер. Фабий Алонсо. На, Орехов поешь, мозги заряди. Тарасов его фамилия. Ну, и что нам делать с этим известным гонщиком? Ну, слушай, Юр, ты сам Орешков поешь, чтобы мозги заработали. Интернет тебе на что? Сейчас мы про него всё выясним. Тарасов Андрей Анатольевич. Ого, сколько призов парень получил. Интересно, что его в банду занесло. А вон, смотри. Известный российский автогонщик Андрей Тарасов попал в серьёзную аварию на соревнованиях по кольцевым автогонкам. Его машина из-за неисправной подвески вылетела с трассы. Врачи спасли спортсмену жизнь, однако шансов на то, что он снова сможет принимать участие в соревнованиях, практически нет. Ну, всё понятно. Ушёл из порта, бабло закончилось. А красиво жить привык. Как это у вас там по-научному называется? Когнитивный диссонанс. Дамы и господа, смотрите, он в соцсетях есть. Так, что тут у нас? Ребята, спасибо, что поддерживаете. Ага, он ещё и сбор средств организовал на операцию в Германии. На данный момент удалось собрать 250 тысяч рублей, но для операции требуется миллион. О! Спасибо всем, кто откликнулся. Адреса там случайно нет? Угу, это не проблема. О, айпи статичный. Считайте, что нам повезло. Вчера на его страничку заходили. Корабли строителей 2, квартира 17. Молодец. Ну что, поехали? Поехали. Саша, останешься здесь. И наруйте на этого Тарасова всё, что сможете. Быстро. Садись. КОНЕЦ КОНЕЦ Кто там ещё? Вы кто? Тихо, тихо, тихо. Посмотри комнату. Так, где Тарасов? Какой Тарасов? Парень, дурака не валяй. Гонщик Андрей Тарасов. Андрей Тарасов здесь не живёт. Хлеб, тихо. Назад! Что случилось? На пол! На колени, на колени! На полля! Тихо! Не двигайся, тихо! Собирай, живо! На пол, твать! Быстро! Вы быстро! Давай сюда! Сюда! Пусть гружась! Уезжай! Из витрины все давай! Лежать! Лежать всем! Так, быстро стопись! Ну! Живо! Живо! Вы че, смертники? Плохо слышите? Готя, кулоны! Все в сумку! На нас два! То, что вам говорят! Ты че телишься? Лежать! Ты что, ты хочешь, б я тебя завалил? А ты что? А ты смотри! Давай быстрей! Все смотреть! Выживать! Нормози! Открепься! Шевели помидорами! Лежать! Лежать! Завалю твой руку! Давай, давай, ну! Цепи, цепи давай! Руку! Я сказал, руку! Шевели! Руку! Заткнись! Заткнись, парк! Заткнись, я сказал! Вот так, что я тебе сказал! Заткнись! Я же говорил, заткнуться! Все, уходим! Быстро, быстро, быстро! Уходим! 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 Валим! Заткнись! Входим! 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 Сказал! Ну что, бабла решил по-легкому срубить? Да? Помогите великому гонщику Андрею Тарасову. На что бабки-то тратил? Ну, ты и тварь! Я не тварь. Я студент. А вы что, на одну зарплату, что ли, живете? Ангелов из себя строите? Чё ты сказал? Успокойся, Ивашов. Пусть человек говорит. Ну? Он уже все равно выздоровел. Откуда ты знаешь? Ребята из клуба рассказали. Так. Из какого клуба? Из клуба рейсеров. Они там постоянно собираются. Как раз сейчас годовщина той гонки. Они там точно будут? Адрес? Быстро. На Гончарной 13. Понял. Хорошо. Молодец. Что? Еще одну ювелирку обнесли. И охранника завалили. Едем. И Сашке позвони, чтобы она подтягивалась. А ты не расслабляйся. Мы к тебе еще приедем. Ты понял? Студент. Не, парень, да чё такого, а? Ну, подумай, какого там мужика завалили? Ты чё, парень? Ты не мужика завалил, безмозглый. Ты нас гробишь. Они же сейчас весь город поднимут. Мусоров на уши, чтобы нас найти. Безмозглая тварь. Еще раз такое исполнишь. Я тебя так огорчу, что ты в могиле переворачиваться вспоминать меня будешь. Чё ты смотришь? Чё ты смотришь? Извините, а где ваш директор? Могу с ним связаться. Давно пора. Хорошо. Здравия желаю. Ну что, Виктор, первый день должности, а тебе такой презент. Вот, да уж. Говорят, примета плохая. Еще что-нибудь заметили? Нет, ничего не заметила. У Ивана Андреевича сегодня у дочки день рождения. Он ей телефон не купил, а его убили. Так глупо, так жалко. Судя по всему, та же банда. Ну да, все то же самое. И на этот раз на них уже второй труп. Тут дело такое, пуля, которой убит охранник, была выпущена из автоматического пистолета Стечкина. Ну-ка. Интересно, откуда у них оружие такое? Очень интересно. Вкусно. Барин, а идти сегодня еще нужен? Да нет. А чего? Ты хотел с пацанами встретиться. Они в клубе собираются, давно не видал их. Так, это обязательно. Хорошо, только Андрей, ты понимаешь, о чем я хочу тебя попросить? Проблем не будет. Ну давай, минуту, такси возьми. После сегодняшнего концерта, твою машину лучше не светить. Хорошо. Прошу. Прошу всех к столу. Ой, мама дорогая, какой божественный запах. Что это, Ирина Дмитриевна? Соте из судака в раковых шейках. Сильвупле. Аж издеть, а! Ты посмотри, тут только от запаха чеку может съесть. Чего я? А вы попробуйте. Изумительно. Ирина Дмитриевна, не откажите нам в любезности поужинать вместе. Я благодарю вас. Мне кажется, у вас был трудный день, вам есть что обсудить. Конечно, мне было бы интересно послушать, но не хочу быть неделикатной. Так что приятного вечера и приятного аппетита. Спасибо большое вам. Рубайте. Я не буду. Рубайте. 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 Что с этим гонщиком, Тарасовым? Да только зря на этот адрес скатались. Там юный предприниматель просто решил бабла поднять на чужой беде. Да, еще попробовали его адрес через базу пробить, а оказалось, что он полгода назад продал квартиру. Участковые проверили, все подтвердилось. Где сейчас этот Тарасов? Новые жильцы не знают. Угу. Это очень плохо. Виктор Михайлович, у меня тут одна идея. Помнишь, этот пацан сказал, что у них сегодня вечеринка на… В клубе на Гончарной. На Гончарной, да. Сегодня годовщина той гонки, в которой Тарасов в аварию попал. Может, мы с Серегой туда скатаемся? Вдруг Тарасов больной на всю голову и туда припрется. Ну, что, шансов меньше, чем ноль. Но проверить надо. Сходите. А я? А ты зайди ко мне в кабинет. Я только что общался со следователем, который ведет дело об убийстве твоего отца. Да. И мне хотелось бы, чтобы ты это узнала от меня, от близкого тебе человека. Что я должна узнать? В кабинете Григория Ивановича, в этом кабинете, были найдены бумаги, согласно которым было установлено, что полковник Мелехов контролировал поставки контрафактного золота в ювелирные магазины. Убийство, скорее всего, связано именно с этим. Этого не может быть. Брагин установил, что пуля, которой был убит охранник, выпущена из пистолета, принадлежавшего твоему отцу. Значит, один из грабителей и убийца моего отца. Так? Нет, Саша, не так. Ты взрослый человек. Опер, в конце концов. Неужели ты не понимаешь? Что я должна понять? Полковника Мелехова убил кто-то из подельников. Так считает следователь. Так считаю и я. В общем, меня, конечно, несколько удивляет, что ты, скажем так, была не в курсе, чем занимался твой отец. В связи с этим я хочу тебя попросить относиться к своим обязанностям тщательней, чтобы у меня не возникало никаких сомнений. Ты меня поняла? Ты меня поняла? Я могу уйти? Свободна. Походу, нет нашего кончика. Походу. Но мы ж не уйдем отсюда прямо сейчас. Ну так что, может, поднесет, что ли? Ну а почему бы, да? Здравствуйте. Слушайте, а когда все начнется-то? Минут через пятнадцать даже. Слушайте, ребята, Тарасов будет? Кто Тарасов? Ну да. Так он же за границей. Да я слышал, он сбился вообще. Да чего он? А тех гонщиков как собак не резал. Да у него все в шоколаде, наверное. Ладно, ребята, пошли. Надо двигаться во времени. Ну давай, пошли. Ну давай. Возьмите мне водки. Добрый ветер! Ну что ж, давайте еще раз вспомним нашу победу на замечательной и самой тяжелой трассе в Глюстере! Ну и, конечно, давайте вспомним нашего смешательного пилота Андрея Тарасова. Разбился наш друг. Мы бы очень хотели, чтобы ты был с нами, Андрюша. Андрюша! Ух ты! Я надеюсь, что когда-нибудь он снова вернется в стройку. Ну а сейчас я оглашаю список сегодняшней программы. Поехали! Итак, первым номером у нас сегодня автогонки. Заезды женщин и мужчин! Ух ты! Привет! Саш, ты что тут делаешь? Сереж, мне с тобой поговорить надо. Что? Мне поговорить с тобой надо. Метелин сказал, что… Саш, я не слышу ничего. Пойдем отсюда, в тихое место. Ничего не слышно, очень громко. Юрий, я сейчас. Девушка! Что случилось? Сережа, Метелин говорит, что папа убил подельник. Что он был как-то связан с криминалом. Опа! А если действительно все так и было? Ты что, с ума сошел? Саш, ну есть же улики. Значит, что-то и правда было. Сережа. Саш, я просто стараюсь размышлять логически. Понимаешь? Если то, что сказал Метелин, вдруг окажется правдой, то… То что? То, чем раньше ты это примешь, тем легче будет потом. Сереж, ты правда считаешь, что отец мог? Саш, я считаю, что любой мог. И я, и ты отец? Ну, что ты как маленькая, в самом деле. Ну, Саш. Ну, что там? Да с Сашкой поругались. Не успели пожениться, уже поссорились. Я тебе всегда говорил, брак – это такое дело, где хорошо кормят, но мало боят. На, держи. О, молодец. Ну, пойдем, я угощаю. Ну, надоть еще, я займу, никому. Ну, ничего. Я делал casual. Спасибо. Простите, у вас свободно. Ничего, если я присяду, а то столько свободных больше и нету. А можно мне капучино без корицы и ягодный десерт? Спасибо большое. Скажите, а пиво вкусное? Нет, я в смысле, я не хочу пробовать. Я вообще не люблю алкоголь. Мне просто подруга говорила, что алкоголь помогает от стресса. И я, если честно, в это не очень верю. Мне кажется, что сломалась. Девушка. Да? У вас что-то случилось? А с чего вы взяли? Ведете себя как-то странно. Извините, у нас кофемашина сломалась. Вам десерт нести? Нет, спасибо. Извините. Как вас зовут? Александра. Я Андрей. Можно я вас провожу сегодня? Саша. Ну, продолжай, продолжай. Сказала, что работаю в ювелирном магазине. Обещал позвонить. Саша, какого чёрта? Ты что, с ума сошла? Что за самодеятельность? Ты в отделе без году неделя и уже позволяешь себе такие вещи. Думаешь, если тебя сюда пристроили по родственному, то ты глубоко заблуждаешься. Ничего я не думаю. Просто делаю свою работу. Надо было мне позвонить. Мы по ВУ отследили спокойно. Уже давно взяли всю банду. Да ты что, я звонила и тебе, и Юре. Но вы почему-то не соизволили взять трубку. Пришлось импровизировать на ходу. Скажи спасибо, что он тебя не пристрелил. Ты чем думал? Он же бандит. Так, оставить разговоры. Что вы тут занимаетесь выяснением личных отношений? Виктор Михайлович, все равно за Тарасовым нужно установить наружку. Потому что улик никаких. А потом возьмем их на месте всех тепленькими. Ну, ладно. Ювелирка так ювелирка. Будем разрабатывать эту версию. Я назвала ему адрес магазина. На Посадской. Ты что, совсем обалдела? Так, срочно едем туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Из источников близких ГУД нам сообщили, что, скорее всего, работают гастролеры. Это их второе ограбление ювелирного магазина в нашем городе. Отлично. Я же говорил, по-тихому ты не можешь. С утра он по всем станциям. Только о тебе. Ньюсмейкер. Становишься звездой. Не тупи, Вова. Деньги давай. Слушай, барин. Валил бы ты из города, а? Сейчас они тебя накроют, а потом за мной придут. А меня как-то перспектива пойти по твоему творческому пути не улыбает. Скоро, скоро уеду. Финальный аккорд и все. Илюша, какой еще финальный аккорд? Услышишь. Дрон, а ты че светишься-то, как рентген? Жизнь удалась, мол, да? Поехали. Слышь, барин, дай бабосов по клубам прошвырнуться, а? Забудь. Да че такое? В таком городе живем, а я кроме этих книжек и старухи никого не видел. Че ты орешь? Че ты орешь, а? А че вот этому припадочному можно, а мне нельзя, да? Ладно. На. Только, когда гулять начнешь, бестолковку свою дурную не забудь включить. А че так мало? Хватит. Я пошутил. Пошутил. Все. Удачи, парни. Пошутил. Пошутил. Послушайте, мне все это очень и очень не нравится. А если что-то случится, кто мне будет убытки возмещать? Если вы на наше предложение согласитесь, никаких убытков не будет. Я вам обещаю. А если не соглашусь? Смотрите сами. Ваш магазин и так в группе риска. Окраина, тихая улица. Да и товар у вас хранится весь для отправки по точкам, опять же. А банда работает именно по таким магазинам. Не знаю. Мне все это очень и очень не нравится. Вы знаете, нам тоже не особо. Скажите, а вы можете гарантировать, что все это останется в целости и сохранности? Если мы подготовимся, я вам могу обещать. Ну что ж, ладно. Света! Объясните, пожалуйста, нашей новой сотруднице, что здесь и как. Здравствуйте, я Саша. Я Света. Пойдемте, я вам все покажу, расскажу. Сереж, тихо сидишь в машине и ждешь. Когда Тарасов отъедет, пасешь его до самого дома. Нам надо выяснить, где они отсиживаются. Ты меня понял? Понял, Виктор Михайлович. Сделаем. Он не уйдет. Я очень на это надеюсь. Юра. Да. Капитан, к Мелиховой, повнимательнее. Понял. Ай. Идешь? Иду. Козочка моя. О, погоди, погоди, погоди. Алло, да. Здорово. Ну че, аккуратней нельзя, а? Здорово. Че, погоди, сейчас не слышу ничего. Чего ты? Да мы дома пощаемся. Че, плохо слышно меня, что ли? Ты твой. Лежать! На! Не ори. Сюда иди. Не ори. Че, не смешно, что ли? Че, не смеешься? Не улыбать больше, а? Руки от него. Лежать я сказал! Сказал лежать! Лежать я сказал! Че ты не ржешь, корова, а? Че, не смешно? Не? А вот так ему ж нравится. Руки! Ты че здесь делаешь? Живу. Живет она здесь. Шикарно живешь. Значит, людей не надо замечать, да? Ладно. Живи. Пока. Забираю, как штраф, за борзость. Возражение? Нет. Да. Миша! Мишенька! Нет, каратность, конечно, влияет на цену. Но также чистота, огранка, цвет. Нет. Вот посмотрите на свет. Видите? Желтоватый немного. Это четверка. Двадцать четыре тысячи. Да, откуда вы знаете? У меня где-то была таблица международной шкалы оценки. Я сейчас принесу. Алло. Здравствуйте, Андрей. А, да, хорошо. Буду ждать. Мужчина, остановимся на тротуаре. Стоим. Э, иди-ка сюда. Иди сюда, я сказал! Все! Стоять! Стоять! Стоять, сказал! Вот вы лепите убогие, а! Фантазии вообще не осталось никакой. Ну, выпало у гражданина мобила. Я подобрал. Думаю, сейчас верну. Нет, наскакивайте вы, прессовать начинаете. Это не беспредел, нет? Слышь ты, Шарль Перо, ты на зоне будешь сказки раскрыть. Да какая зона-то, а чё ты? Да! Слушай, Борзов, мы сейчас на тебя всех глухарей поищем, ты понял? Ну, что тут за ор? Как будто свинью режут. То есть подполковник. Так вот, хорошего человека обидел. Мобилу отобрал. Воспитываем. Ну, вы, мужики, звери какие-то. Это ж надо так, из-за мобилы прессовать. Вы продолжаете? Есть. Есть. Ну, чё, Чмо, понял, кто ты есть на самом деле, а? Да! Егоров! Гарик! Колян! 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 А ком и твой? Да росли вместе в детдоме под самарой. А чё натворил? Да у мужика мобилу отобрал. Колян! Мужики, оставьте нас. Ненадолго, сто лет не виделись. Да ради Бога, как раз хотели пожрать. Угу. Ну, ты объясни товарищу, что борзеть нехорошо. Да объясню, объясню. Колян! Колян, вытащи меня отсюда. Гарик! Гарик! Ну, здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Андрей. Куда мы поедем? Может быть, все-таки выпьем кофе? Давайте. Прошу. Прошу. Порой. Может, все-таки можно? Нет, я ничего не могу сделать. Черт. Ты знаешь, кого ты мобилу отобрал, а? Вот лучше тебе и не знать. В общем, так. У тебя при обыске 50 штук нашли. Это мои, твои, твои, были твои. Были, мои, были. Еще 50 штук найдешь, и они тебя отпускают. Колян, ты чё? Что чё? Я что, себе беру? Это у нас мужики тут. В общем, дело такое, твой паспорт они себе оставляют. Находишь деньги, звонишь мне. Понял? Гарик, если ты не найдешь деньги, они всех своих глухарей на тебя повесят. Попытаешься убежать, они тебя объявят в федеральный розыск. Гарик, Гарик, лучше тебе найти деньги. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А к нам в магазин такие кольца привезли красивые. Я таких никогда не видела. С бриллиантами. Вам нравятся бриллианты? Ну, по внешнему виду да, а вот по цене не очень. А я как-то к ним абсолютно равнодушен. Ну, мужчины, как правило, равнодушны к бриллиантам. И ничего в них не понимают. Не все. А в чем вы разбираетесь? Вот это для меня самое ценное. Дети? Дети тоже. Странно. Давай, иди, иди, дорогой. Извините. Чего тебе? Андрюха, здорова. Слушай, у тебя деньги есть на руках? Ну, допустим. Мне нужен полтинник косых. У тебя же были деньги. Ну, у меня проблемка, в общем. Какая такая проблемка? Ну, тебе вот как… Какая террасица какая! Андрюха, мне надо срочно! Я тебе сегодня же вечером отдам! Ты слышишь меня? Андрюха, выручай! Короче, подъезжай на посадку и у магазин «Карат». Я там буду. Через полчаса. Все, спасибо. Давай, давай, давай. Я понял, давай. Ну, что, пошли? Пойдем. Они вышли. Иду за ними. Ну, вот. Доставил вас в целости и сохранности к вашим бриллиантам. Спасибо. А можно я завтра тоже приеду? Конечно. Есть еще одно предложение. Давайте перейдем на ты. Отличное предложение. Давайте. Ну, что, тогда я позвоню завтра тебе. Хорошо, буду ждать. Твоего звонка. Ну, что, есть? Тогда вернет. Андрюха, спасибо. Вечером. Вечером отвечаю. Что со телка? Сам ты телка. Да ладно, ты не гони. Все, спасибо. Не гони. Куда ты? Куда ты? Ну, чего ты встал? Ну, куда я поеду? С прекрасной кори. Хватило? Черт, покорил. Виктор Михайлович, мы его упустили. Сюда иди. Ну, чё? Сюда иди. Ну, чё? Все в порядке? Да. Точно? Я все принес, чё? Молодец. Девушки, подойдите, пожалуйста. Мы с полицией, не волнуйтесь, все в порядке. Побудьте понятыми, ладно? Какие понятые, врачом. Чё? Руки, руки. Чё ты делаешь? Рот закрой. Девушки, на ваших глазах из кармана этого человека был изъят пакетик с порошком белого цвета. Обратите внимание. Что за порошок белого цвета? Чё ты лепишь-то? Рот закрой. Руки на борт. О, да тут на распространение потянет. Идите сюда. Девушки, все в порядке, не волнуйтесь, не займет много времени. Колян, чё это за подстава? Ну, если ты так быстро полтинник нашел, то и поллимона тоже найдешь. А если не найдешь, то эту наркоту мы на тебя повесим. И полетишь ты соколом на семь лет в тюрьму. Вы чё, чё твари делаете? Какие поллимона? Поллимона — это через три дня. За каждый день просрочки по сто тысяч. Сечешь? Ну что, найдешь? Или? Гады, найду. Молодец, ну и хорошо. Привет, Сашка. Привет. А ты чё здесь делаешь? Работаю. Или со вчерашнего дня что-то изменилось? Да я не в этом смысле. К тебе домой бригада на обыск выехала. В смысле, какая бригада? Ну, это по делу твоего отца. А ты чё, не в курсе? Товарищ майор! Товарищ майор! Вот, нашли в платиновом шкафу. Это что? А вы говорите. Здрасте. Понятые, пройдемся в кабинет? Алексей Павлович, что происходит? Виктор Михайлович, да ну что вы все молчите? Что здесь происходит? Почему вы мне ничего не сказали? Я же была на работе. Почему? Да ну что вы все молчите-то? Вы можете мне объяснить, что происходит в конце концов? Виктор Михайлович, вы же могли мне сказать об этом обыске? Ну, хорошо, а в квартире что-нибудь нашли? Контакты хозяев всех крупных ювелирных магазинов. Пачки денег в книжном шкафу. Да, дела. А я-то предполагал, что женюсь на девушке из приличной семьи. Все это, конечно, очень неприятно. Что неприятно? Саша, я прекрасно понимаю, что ты сейчас ощущаешь. Вот так живешь, думаешь, что твои родители идеальны. А потом вдруг выясняется, что твой отец был не только большим начальником, а оказывается еще занимался криминалом. Знаешь что? Я дойду до дома сама. Александр, прекрати истерику. Ты прекрасно знаешь, что в нашей профессии чистеньких не бывает. И твой отец не исключение. Черт. Ты вообще далеко собралась, а? Отпусти меня. Слышь ты, попросься, а? Слышь ты, мужик, ты вообще рот закрой. Ты чего устраиваешь, а? Тебе все вокруг твердят, а ты заладила. Этого не может быть, мой отец не такой. Да такой он, такой. А ты обо мне вообще подумала? Я когда делал предложение дочке полковника, думал, что будем жить в нормальной квартире, с нормальными людьми, а тут что получается-то? Пошел вон. Ты куда пошла, а? Слышь ты, ты что так с дамой разговариваешь, а? Тебе что надо, мужик, а? Тебе что надо, мужик? На тебе! На! 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 Дура. Ну, а если все так, не так, так может залежем на дно, свалим типа из города. Так а что типа-то? Барин, давайте реально свалим из города. Как там? Воздух бабы и вода наши лучшие друзья, а? И, барин, дай денег, а, я тебя прошу. Барин. Ну что, за людей искусство предлагаю. Барин, не надо. Барин, от тебя охранника не жалко? А тебе? Ну, мы так не договаривались. Издержки производства, так бывает. Спасибо. Теперь я знаю хоть, как это называется. Да, слава Богу. В руку. Тоскливо как-то. Подъем! Погнали! А куда? Андрей! Куда? Да по дороге решим. Давай. Сейчас вообще надо исключить любые переживания, чтобы не было рецидива. Да как это сделаешь? Отец погиб неделю назад. Да, я, я вам сочувствую и все понимаю. И, тем не менее, постарайтесь оградить ее от любых переживаний. Все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Вперед, парни. Барин, куда? Обеспечивать себе достойную старость. Вон, ювелирку видишь? Да мы про этот магаз не знаем ничего. У нас в планах не стояло. А теперь знаем. Барин, я с тобой. Молодца. Давай. Барин! Ну че? Тихо, тихо, тихо. Ты е-мое. В натуре не судьба. Все. Домой. На три дня пухаем, живем, висим, а там глянем, че дальше. Поехали. 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 Не болот. Разоренее циклопа. В слове полиглот. К нашим секлам присобачен, черные на улыбу. Небо-небо, счет оплачен, но слишком много букв! Слишком много букв! Слишком много букв! Взяли-взяли-взяли! Пьем! Давай, ну вот, давай! Тихо, тихо, тихо! Ребята! Тост! Ребята, вот это все! Все! Бабы, бабки, машины, квартиры, кредиты, цацки, пыль. А вот музыка, Андрюша, вечно! Выпьем за искусство! Кстати, Гарик, когда долг вернушь? Чего ты начал-то сейчас? Тебе умные люди сказали про пыль! Отдам! Погоди, а ты что, у него еще одолжил бабку? Да ладно, чего ты, барин! Сколько? Всего полтинник, полтинник! Блядь, бродяга! Не по средствам живете, юноша! Да я те, которые ты дал, потерял! Ты мозг свой потерял, а не полтинник, который тебе выдал! Опять начинается! Гарик, Чучок Гарик! Чего Гарик-то? Ты его спроси у своего вот этого вот, припадочного! Он с какой-то телкой гуляет, а она у него в ювелирке работает! Подожди! Андрюша, это что, правда? Барин, там такой лобаз ты закачаешься. Если его подломить, мы все будем в шоколаде! Андрей, а почему я узнаю про это от Гаррика, а не от тебя? Тебе в падлу сказать, может быть, это своим друзьям, коллегам? Может, мне своим друзьям и коллегам всю свою личную жизнь рассказать? Да нет. Ты умный человек. Выключи идиота, Андрюша. Это его амплуа. Просто скажи, если это, правда, адрес магазина. Барин, я знаю, адрес! Тихо! Послушай, мы с тобой договаривались, что я приду работать водилой, а не наводчиком. А я тебе говорил, барин! С ним проблем-то будет! Я сказал тебе, уроди народ! Тихо, тихо, тихо! Я вообще ничего! Потому что ты нервничаешь, мадрес! Чего гарик? Сядь, падай! Да я вообще не... Не разматывай меня больше! Сел я! Я в натуре тебе глаза твои дурные повыкалываю, а твой коты в сатэ вот это приправлю. На! Выпей! Послушай меня, Андрей, я тебя очень прошу. Посмотри на меня. Это будет последний налет. Скажи адрес. И после этого мы все разбежимся в разные стороны. С твоей тёлочкой ничего не будет. Во-первых, она не тёлочка. А во-вторых, если опять что-нибудь пойдёт не так из-за этого урода... Чего ты начинаешь опять? Я не буду ей рисковать, барин. Брат, посмотри на меня. Я клянусь тебе. С твоей девушкой ничего не случится. Я тебе клянусь. С твоей девушкой ничего не случится. Нет. Ты куда? Ухожу. Мы больше не работаем. Давай, вали! Нажимай на газ! До пола! Туда! Приползёшь на коленях, когда тебя прихватит, пионер. Барин! Барин! Слышишь, чё? Он же нас ментам сдаст. Нет, сынок. Опа! Куда он? С корабля денется, ребята. Два-три дня, как цуцик приползёт к нам. Шиба-шиба-тапа-тапа-тапа, школьная семья, что ещё царевна жаба за щекой хранения. Здравствуйте. Сашенька! Алексей Павлович, здравствуйте. Ну, ну как ты? Как твои дела? Как мама? Да как? Не очень, конечно. Этот обыск, ещё лучше бы её там не было. Да. Не знаю, как тебе сказать. Здравствуйте. Я вас слушаю. Понимаешь, начал я тут кое-что перепроверять из того, что было найдено в кабинете Гриши при обыске и в квартире. Здравствуйте. Так и что, вы что-то нашли? Он не виноват? Кажется, появилась у меня одна ниточка, которая ставит под подозрение кое-кого из наших сотрудников. Кого? Вы можете сказать, кого? Не могу. Но этот кто-то точно работает в твоём разбойном отделе, понимаешь? Как, Алексей Павлович? А вот так. Вот так, Саша. Только об этом молчок. Поняла? Никому. Пока это только мои догадки. Поэтому никому-никому. Поняла? Никому. Ну, хорошо. Да, алло. Здравствуйте. Это вас беспокоит из ресторана по поводу вашей свадьбы. Мы же всё отменили. Я как раз по этому поводу и звоню. На какой счёт вам оформить возврат? Я наличными могу забрать? Наличными можете. Только вам придётся подъехать к нам. Хорошо. Спасибо. До свидания. Ты чего такое пил? Аж глаза режет. Здравия желаю, товарищ подполковник. Не кричи, Ивашов. Как там Анна Васильевна? Что врачи говорят? Да без понятия. О, как. Где Мелихова? А я почём знаю? Я у себя в общеге ночевал. Наверное, со своим этим Тарасовым легенду отрабатывает. О, вижу, вижу. Ты на правильном пути. Пути к счастливой холостяцкой жизни. Доброе утро. Доброе утро, Саша. Ага. Кто к нам пожаловал, вы посмотрите. Как ночь с новым дружком? Что ты несёшь? А чё, я не видел, как ты ему улыбалась? Ты же специально со мной поссорилась, чтоб к нему поехать, так? Дурак несчастный. Он же бандит. Я всю ночь у мамы в больнице провела. Так, пригласили балаган. Дома будете объяснять свои отношения. Мелихова, что там по Тарасову? Странно себя ведёт. Я говорила с ним про магазин, а он никак не реагирует. Слушай, а вдруг он тебя раскусил? И играет с тобой. А чё? Чё не переспать с симпатичной девушкой в свободное от грабежей время, а? А вы что, сегодня все с ума посходили? Закрыт номер. Наверное он. Нарисовался. Герой Любовь. Тихо! Саша, давай. Алло. Саша, привет. Ты сегодня работаешь? Да. Что, ты не приедешь? Не дождёшься. А ты можешь отпроситься сегодня с работы? А что такое? Я хочу съездить с тобой в одно место, увидишь. Я пока не знаю, мне нужно на работу позвонить, с начальством договориться. А ты, может быть, оставишь мне свой номер, я тебе перезвоню. Давай я тебе лучше сам перезвоню. Ты успеешь узнать через полчаса? Думаю, да. Договорились. Пока. Пока. Так, что это все значит? Что он хочет показать? А чё, понятно что. Ивашов, выйди из кабинета. И пока не успокоишься, не возвращайся. Давай, давай, иди. Подуши свежим воздухом. Давай на улицу. Ух, от Элла. Ну чё, вот тут она и работает. Я ж тебе говорил, это реальный лабаз, барин. Лабаз реальный, только брать мы его не будем. Да чё такое-то? Тихо, не ори. Вон одна камера, видишь, вон вторая камера. И в магазине ещё есть. Это о чём говорит? Что хозяин на охране не экономит. О, потом у нас водила нет. Да я сам могу, я тебе говорю. Отвечаю я. Такой и сам. Я с тобой не рисую. Вон до того светофора доехать. Да. Алло. Перезвоню, перезвоню, говорю. Да чё, чё? Надо Вове позвонить, да взять какой-то реальный адресок. Слышь, барин, мне тут в одно место надо смотаться. Угомонись уже, в конце концов, а? Да чё опять я? Это вопрос жизни и смерти может быть. Смерти. Ты мертворождённый, впоследствии выживший. Вопрос. В штанах у тебя вопрос. Чё? Я не понял ничего. В магазине я работаю уже полгода. Я летом работу потеряла. Компания закрылась. Они только эксклюзивными украшениями занимались. И что-то у них пошло не так. А тут мне подруга позвонила и говорит… Что за компания такая? Как она называлась? Арт-ювелир. Они с золотом и бриллиантами работали. Украшения очень дорогие были. Поэтому конкуренции не выдержали. Ну и чего, подруга? А Оля решила уйти из этого магазина. Но директор ей сказал, что пока замену не найдёшь, не уйдёшь. Вот она мне и позвонила. Всё очень плохо. Не пойдёт, Саша. А чего плохо? Я ж сказала всё. Вот именно. Вроде всё сказала. Это звучит так, как будто ты на уроке у доски отвечаешь. А тут жизнь нужна. Детали. Оля решила уйти оттуда. Ты про какую Олю рассказываешь? Про Олю, которая вон на той бумажке? Ты про свою подругу рассказываешь. Так я и… Ну да, я. Что я? Я. По-хорошему, я должен тебя от всех дел отстранить, пока мы с твоим отцом не разобрались. А вместо этого задействуем тебя в такой сложной операции. Дурдом какой-то получается. Вот этот маячок должен быть всегда при тебе. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Минутку. Стой спокойно и не дёргайся. Я его молочный брат. Ну и как ты меня нашёл? У тебя, Вова, замечательная секретарша, милая барыжня. Вот ведь коза, а. Ну это вы сами с ней разберётесь. Послушай, барин, в конце концов, ну… Послушай меня, Вова, мне нужна точка верная, чтоб хлопнуть сразу же лимонов пятьдесят. Ты не заигрался? Уже весь город на ушах из-за тебя, ты понимаешь или нет? Что ты орёшь? Связки береги, а то сорвёшь, не дай бог. Думай, Вова, думай. В противном случае придётся твой ювелирный взять. Там как раз на эту сумму наберётся. Я не понял. Ты меня грабить собрался? А ты что, сомневаешься? Ну хорошо, я тебя услышал. Никогда не сомневался в твоём идеальном слухе. Жду от тебя новостей, Вова. Завтра. Максимум послезавтра. Я надеюсь, после этого ты уже свалишь из города? Да не волнуйтесь, Виктор Михайлович, да не упустим. Его шов стоит на соседней улице. У неё маячок на всякий случай. Найдём в любом случае. Всё, клиент вышел, отбой. Я очень рад тебя видеть, Саша. Ты, наверное, сегодня единственный человек, который рад меня видеть. Хорошо. Серёга, у тебя с Шуркой совсем всё или как? Да, по ходу, да. Потому что дура она. Это что, из-за папаши поссорились? Да куда ты прёшь, козёл? Из-за папаши. Я тебе горилл, на кой тебе лят, дочь полкана? Да ладно тебе, Юра. Ты мне сам завидовал. Да это я чтоб тебе не обидно было. А моя холостяцкая жизнь меня вполне устраивает. Он уходит направо. Не понял. Что такое? У меня маячок пропал. Ты их видишь или нет? Машину видишь? Да не вижу ни черта я. Как сквозь землю провалились. Серёга, я не вижу их здесь. Давай на выезд из города и посмотри у себя на параллельный. Да. Здорово, Виктор. Здравствуй, Алексей Павлович. Обживаешься? Да, потихоньку. Угу. Чего хотел? Да так, мимо проходил. Знаю я тебя, ты так просто мимо не ходишь. Тоже верно. Да так, спросить хочу у тебя. Ты Сашку нашу не сильно гнобишь? Господь с тобой, Лёш. Она сама кого хочешь загнобит. Ну ты как-нибудь всё равно, ну помягче с ней. Такое горе у девчонки, то Гриша, то вот Аня теперь в больнице. Да и с Ивашовым твоим. У неё, похоже, проблемы. Ну давай, давай, поучи меня, как с людьми работать. У меня, кстати, здесь не детский сад, чтобы сопли девчонкам утирать. Что, уже пожаловалась? Да нет, она вообще не жалуется. Тебе ли не знать. Просто я думаю, что тяжело ей с тобой работать. Это же всё-таки Гришина должность была. Была Гришина. Была Гришина, стала моя. Может, ты на моё место хочешь? Злой ты, Витя. А Сашку береги, я тебя очень прошу. Да, кстати, а как там у тебя с ювелиркой? Нормально работаем. Ну ладно, ещё раз поздравляю с назначением. Будь здоров. Ну и куда они делись? Так а я почём знаю? Потеряли. Может, туда поехали? Короче так, я еду направо, ты обратно. Быстро! Сань, так вон они стоят. Вон, видишь, где? Девчонки, ну тогда одеты были. Ну что, пошли? Серёжа, ты… На вираже касты не сбрасывай, ускорение теряешь. Ну попробуй сейчас. Понял. Андрюшка. Борис Борисович. Здорово. Здравствуй. А ты куда пропал-то? Тебя не видно, не слышно после той аварии. Что случилось? Долечился долго. Ну а сейчас как? Нормально? Нормально. Ты извини за нескромный вопрос. А что это за барышня с тобой? Невеста, красивая. Да, познакомься, это Саша. Это Борис Борисович, мой наставник, учитель, тренер. Очень приятно. Ну а ты как всегда вовремя. У нас сейчас заезды начинаются. Хотите взглянуть? Да. Да. Ну пойдемте. Перчатки надень, холодно. Борисович, ну что, можем начинать? Давайте, давайте. Поехали, поехали. А это вы научили его возить? Да нет, что вы. Я только так сказать, задал направление, а дальше он сам. Я люблю это больше всего на свете. Ну, как вам? Ну, как тебе? Здорово. Борисович, а можно мы у тебя машину отложим на час? Тебе хоть на весь день. Выбирай любую. Что-то вы долго едете. У нас, Владимир Альбертович, без вас забот хватает. Ну, рассказывайте, на что жалуетесь, что беспокоит. Знакомый. Беспокоит. Тот самый, которого наши доблестные коллеги ищут, найти не могут? Тот самый. Тот ко мне приходил, требует, чтобы я нашел ему большой магазин. О, как и неожиданно. Правда? Хочет дать мне товар на сбыт. На пятьдесят миллионов. А вы от нас чего хотите? Чтобы мы эту сумму под расписку выдали? Мне не до шуток. Дело серьезное. Во-первых, у меня нет этих денег. Во-вторых, это все какой-то блудняк. Надо сделать так. Я назову им магазин. Вы их там возьмете. Я смогу спать спокойно. Ну, а шефу вашему за раскрытие серии грабежей полковника дадут. Предложение понятно. Шефу передадим. Вы бы вместо коньяка валерьяночку попили. Владимир Альбертович. Самое главное. Сделайте все грамотно. При случае... Наверняка. Ты удобно сидишь? Угу. Тогда заводись, поехали. Я на механике никогда не ездила. Слушай меня и все получится. Давай, поворачивай ключ. Так. Поехали. Не бойся, я с тобой. Все хорошо. Спокойненько, поехали. Первая передача. Так. А теперь медленно отпускаешь сцепление и нажимаешь газ. Поехали. Подписывай. Подписывай, спасибо! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Ой, мама, как же... Барин, мне такое дело, мне бабки нужны позарез. О, умоляю. Барин. Помолчи, помолчи. Фух, как плохо. Ой-ой-ой. Никогда пить не буду больше. Диму, я тебя прошу, выручай. Мне нужны бабки. Срочно. Герик, я тебе дам бабки. Только скажи, зачем. Проиграл. Карты. Ну и чё, отдашь? Чё, первый раз, что ли? Да они у меня паспорт забрали. Дать бы тебе в рожу. Димон. Ладно. Завтра получше. Спасибо. Спасибо. Колян. Да, Гарик. Здорово. Колян, слышишь, у меня реально сегодня не получается. Слушай, ты бабки достал? Бабки. Я бабки достал. Ну вот и молодец. Ну? Колян, ты поговори с ними, я тебя прошу. В смысле? Я завтра точно всё принесу. Хорошо, только учти, что капают проценты. Завтра отдашь 600 тысяч. Колян, поймите совесть, я вас прошу. У вас же мой паспорт. Чё, вы как? Мы же с тобой. Послушай, послезавтра будет 700. Так что думай. Колян, ка... Вы что, первый день в полиции? Как это могло произойти? Я вас спрашиваю. Товарищ подполковник, вы же понимаете, что он гонщик? Я-то понимаю. А вот ты-то понимаешь, что произошло? Мне интересно знать. Твоя девушка с этим бандитом. И мы не знаем, что с ней. А он не тут. Куда он мог её повезти? Виктор Михайлович, мы соседние посёлки все прошерстили. Без шансов. Надо ей звонить на мобильный. Юра, какое звонить? А если она в банде? Да в какой банде? Наверняка с этим Тарасовым где-нибудь кувыркается. Хотя я не удивлюсь, если она и в банду перелетнется. Серёга, тормози! А чё Серёга? Яблоко от яблони недалеко падает. Заскнись! Перестань себя вести как баба. Что за истерики у взрослого мужика? Думай, что делает теперь. Думай! Привет! Привет! Ну что, тут у нас. Он уже подходил, заказал? Да, заказал. Ну вот сейчас кофе пока. О чём ты хотел со мной поговорить? Саша. Сейчас. Саша, ты, наверное, слышала про ограбление ювелирных магазинов? Да, директор нам рассказывала. Саша, я был в этой банде, как водитель. Но я никого не грабил. Они узнали, что мы с тобой встречаемся и захотели ограбить этот магазин. Я отказался в этом участвовать. То есть, ты подумал, что это может произойти сегодня и поэтому увёз меня? Да. Не молчи, пожалуйста, Саша. А что ты хочешь от меня услышать? Не знаю. Что-нибудь. Скажи, что сдашь меня ментам, что ненавидишь меня, уйдёшь от меня. Ну скажи что-нибудь. Ты ушёл из банды из-за меня? Ну да. Почему? Потому что люблю тебя. Быстро ты меня полюбил. Иногда достаточно одной секунды, чтобы заменилась вся жизнь. Извините, что отвлекаю. Распишитесь здесь, пожалуйста. Да, конечно. Ваши деньги. Спасибо. А подойдите, пожалуйста, на ресепшн. Бронь с вашего номера ещё не снята. Скажите, а если бронь не снята? Я могу занять этот номер? Конечно, нет проблем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Она в зоне действия сети? Набирай. Елена Сергеевна? Елена Сергеевна? Елена Сергеевна, ты где? Со мной всё в порядке. Почему раньше не позвонила? Мы тебя потеряли. У меня телефон разрядился, извините. Ну, найду хоть спасибо. Мы тут все на ушах стоим. У тебя всё нормально? Да, всё в порядке. Передайте, пожалуйста, директору, что я завтра выйду на работу. Сбросила. Ну, слава Богу, всё нормально. Завтра будет. Чёрт! Что? Где же они? Что ты ищешь? Лекарства. Я должен принимать время от времени. Да где же они, черт возьми? Где они должны быть? Это что, после этой аварии, про которую тренер говорил? Да. Да. Долбанный ты, Луксин. Теперь работаю на него только. Одна упаковка штука баксов. Хватает на две недели. Сейчас пройдёт всё. Сейчас пройдёт. Всё в порядке, не волнуйся. Всё хорошо. Отпустила. Всё. Всё. Ты как? В порядке. И что, теперь ты будешь заниматься криминалом всю жизнь? Что ты предлагаешь? Стать инструктором по вождению? Ты знаешь место, где платят больше? Я такого не знаю. Отвези меня домой, пожалуйста. Отвези меня домой, пожалуйста. Отвези меня домой. Привет, Саша. Ты что здесь делаешь? Да вот, решил отметить день нашей несостоявшейся свадьбы. Прекрасно. Только я не хочу ничего отмечать. Сашка, ну прекрати. Серёж, в самом деле я очень устала. Хочу спать. Уходи. Сашка, ну давай мир. Я тебе цветы купил. Прекрасно. Шампанское. Ты представляешь, что эта ерунда стоит шестьсот рублей. Не, ну ради такого случая. Да черт с ними, с деньгами. Неожиданно. Саша, давай поговорим. Пожалуйста. Хорошо. Давай поговорим. Серёж, в самом деле я… Тихо, 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 тихо. Ничего не говори. Я понимаю, я виноват, я извиняюсь. Я что ты не так сказал про твоего отца. Тебе не понравилось. Ну, Сашка… Ну, я хотел как лучше. Ну… Серёжа… Я так соскучился, Саш. Пошёл вон. Пошёл вон. Чё ты сказала? Пошёл вон. Ладно, я понял. За вещами я зайду позже. Пошёл вон. Значит, ты говоришь, что он ушёл из банды и не знаешь, по какой причине. Ну что ж, получается, что последняя ниточка к этой банде утеряна. Да, но он сказал, что на этот магазин, скорее всего, будет налет. А если не будет? А если они передумают и уедут? Сколько ты их ждать предполагаешь? Неделю? Месяц? Я не знаю, конечно, Виктор Михайлович. Но, может, тряхнуть этого водилу? А? Что это даст? У нас на него, кроме этого лица, с камеры ничего нет. Он скажет, что бомбил по городу, подбросил этих людей и ничего о них не знает. Нет, нам нужно точно знать, где и когда будет совершено следующее ограбление. Товарищ полковник, а у меня, кажется, есть идея. Это должно сработать. Переспать с этим твоим Тарасовым? Ты прямо в процессе. Спроси, что да как. Только диктофон включи. Какая идея? Рассказывай. Да. Алло, привет. Сашка. Ты даже не представляешь, как я рад тебя слышать. Андрей, у меня к тебе есть предложение. Предложение? Какое предложение? Мне кажется, этот мужчина должен делать предложение. Мне нужно увидеться с главным из твоей банды. Зачем? Хочу с ним поговорить. Я знаю, как все решить. Андрей, пожалуйста, поверь мне. Саша, пока ты не расскажешь, что ты задумал, я ничего делать не буду. Это не телефонный разговор. Ты сможешь забрать меня сегодня у магазина? Ну да. Тогда до вечера. Пока. Теперь главное его убедить. Я думаю, у меня получится. Кто бы сомневался. А банду ты как будешь убеждать? Тоже со всеми ими? Старший лейтенант Ивашов, я вас отстраняю от этого дела. Бери больничный на неделю, и чтоб я тебя здесь не видел. Приказ ясен? Да, пожалуйста. Очень хорошо, что вы хорошо себя чувствуете. Спасибо, доктор. Мне действительно лучше. А когда меня выпишут? Ну, думаю, через пару-тройку дней вы уже сможете поехать домой. Понятно. Ну и прекрасно. Анна Васильевна. Сереженька. Дорогой доктор, разрешите мне пообщаться с моей любимой тещей? Да-да, конечно, конечно, конечно. Только, пожалуйста, не волнуйте ее. Ситуация не совсем простая, и любое переживание может привести к непредсказуемым последствиям. Доктор Новый, вы же сказали, что ее через пару дней выпишут. Но я для того и сказал, чтобы она не переживала. Анна Васильевна? Да, Сережа. Это вам. Боже мой, спасибо тебе большое. Давай поставь туда, садись. Какие цветочки. А где Саша? Саша на работе. Я вот как раз по поводу вашей дочери хотел с вами поговорить. А что, с ней что-то случилось? Да нет, вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Ничего с ней не случилось. Пока. Во всяком случае. Сережа, ты о чем сейчас? Анна Васильевна, я за нее очень переживаю. А Саша неизвестно, где шлялась всю ночь. Как это? Вы что, поссорились? Да, мы поссорились. Саша связалась с одним не очень хорошим человеком. И проблема состоит в том, что она совершенно меня не слушает. Григорию Ивановичу не стало, да и потом выяснилось, что он… Я бы не хотел сейчас об этом говорить. Анна Васильевна, я вас очень прошу. Может быть, она вас послушает. Примите участие, пока не поздно. А я по тебе уже соскучился. А я по тебе уже соскучился? Оказываю, что ты задумала. Давай поговорим об этом в машине по пути. Ну учите, если мне твоя идея не понравится, я отвезу тебя домой. Договорились. Гарри. Че? На, я обещал. Димон, реально спасибо. Ты не Димон, ты Димон. Да, Гарри. Димон, глянь, кто там. Я сам, я сам смотрю. Да, Глент. Барень, парень. Слышишь, водила наш, он реально идиот оказался. Он бабу свою сюда притащил к нам. А я тебе говорю, парень, говорил. Здрасте. Андрей, а как это понимать? Это сюрприз? У нас есть предложение. Думаю, оно вам понравится. У нас есть предложение. Думаю, оно вам понравится. У тебя такой красивой, молодой девочки. Есть предложение ко мне? Барень, че ты сопли с ними жуешь? Да порешать обоих здесь! Не броси! Вы знаете, что я работаю в магазине на Посадской. А я знаю, что вы хотели его ограбить. Ограбить? Я правильно услышал? Ограбить? Понимаешь, Димон, вот так приедешь в родной город, в котором не был двадцать лет, проведать матушку-старушку, а тебе на вокзале попадется бомбила, который тебя сажает в машину и целый день плетет какой-то бред про ограбление, про ювелирку. К врачу его своди, у него же с головой проблемы. Что, Андрюша, киноман? Фильмов насмотрелся? Про ограбление банков, магазинов… План внутренних помещений. Карта для прохода внутрь. У меня есть доступ к отключению сигнализации, я знаю пароль. Дубликат ключей от кабинета директора. Директора нет в городе, вернется завтра вечером. Вчера в наш магазин поступила новая партия. Через два-три дня ее развезут по остальным точкам. Но завтра она еще будет в нашем магазине. Товар находится в кабинете у директора. Основная часть партии – украшения с бриллиантами. На сумму около ста миллионов. Сто миллионов. Большие деньги. Может, полтосик с дороги? Наши условия. Мы забираем половину. Пятьдесят миллионов. Молодежь. А зачем вам столько? На лекарства ему с головой хватит. И потом, поверьте, нельзя счастье купить за деньги. Это я вам, взрослый, опытный дядя говорю. Нет, конечно, можно купить плазму, дом, машину хорошую. Только потом все время тебя что-то будет мучить. Что-то тебя там будет грызть внутри. Потому что нельзя купить счастье за вот такую вот котлетку радужных ассигнаций. Счастье, оно же не вовне. Оно вот здесь вот, глубоко в сердце. Надо просто жить. И быть живым человеком. Знаешь, есть такое выражение. Искусство ради искусства. Слушайте, про то, что не в «Деньгах счастья», мне еще родители лекции читали. Тебя кто послал? Смотри в глаза мне. В глаза смотри. Отвечай быстро. Менты послали? В глаза смотри. Отвечай. Кто послал? Марин? Кто? А ты заткнись, урод, а то я ее пристрелю случайно. Кто послал? Где его таблетки? Отвечай. Говори, менты послали? Где его таблетки? Кто? 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 Где его таблетки? Я спрошу, где его таблетки? Все. Не живи. Тихо. Тихо. Тихо, тихо. Вот. Видишь, Димон, есть, оказывается, еще любовь. Тихо, тихо. На белом свете. Давай с Гариком ты к магазину посмотри, че там. Может, мусора уже ждут. Все хорошо. Пошли, Гарик. Че? Давай. Тихо, тихо, родной. Димон. Чего? Я это, я в хате мобилу оставил. Ты иди, я ща. Добро. Алло, Голя, это я. Ну, слышь, ты знаешь магазин на подсадках? Я ща буду там. Ага. Ты подъезжай куда-нибудь там, под порыв встань. Ну, я тебя, короче, наберу. Дай это, слушай. Да все с собой. Опаснут у тебя? Все. Давай нас осмотрим. К семи утра все должны быть на месте. Магазин открывается в десять. Бандиты должны подъехать к девяти. Как там у нас с Собром? Ну, с Собром у нас все в порядке. Ну? Трое с нами в магазине, трое на улице, но остальные в машине на всякий случай, если что. Да сплюнь ты. Где там у нас Мелехова потерялась? Она должна отдать им ключи, брелок о сигнализации и уйти якобы к матери в больницу. Товарищ подполковник, разрешите войти. Ивашов, я же сказал, на больничной. Виктор Михайлович, да не могу я так. Я прошу разрешить мне участвовать в операции. Чтобы ты своими истериками все испортил? Никак нет. Я все обдумал. Я был неправ. Больше не повторится. Ну, товарищ подполковник. Ну, ладно, ладно. Только не подведи. Я не подведу. Давай, Атела, подключайся. Значит так. Дай я перетянусь. Ну, что там? Да ништяк вроде. Директора, говорю, можно? Нету в отъезде. Ладно, поехали. Такси ждет. Слышь, Димон, можно я за угол пробегу, а? Не дотерплю. Давай только быстро. Давай. Вон он. Здорово. Деньги принес? Принес. На. Слышь, паспорт где? Держи. Ну, давай, дружок, не попадай к нам больше. Гарик, ну ты, если что, звони. Посиди, пивка попьем. Мы ж друзья. Пошел ты, Сема. Друзья. Приехать лучше туда за час до открытия магазина, к девяти. В это время приходит первый охранник, который работает в зале. Он отключает внешнюю сигнализацию, внутреннюю отключу я. Остальная охрана приходит к открытию магазина. Поэтому очень важно сделать все именно в эти полчаса. Какая молодец, слушай. Хорошо подготовилась, все продумала. Ну и славненько, Саша, поедешь с нами. А я не могу. Не расстраивай меня, пожалуйста. У меня мама в больнице. В девять утра операция, я должна там быть. Саша, это не обсуждается. Договорились? Тогда я должна позвонить врачу, предупредить, что меня завтра не будет. Секундочку. Как фамилия врача? Тимофеев. Аркадий Ильич. Так, вот это он? Да. Алло, слушай. Аркадий Ильич, здравствуйте. Кто это? Это Саша, дочка Анны Васильевны из двадцать седьмой палаты. А, Сашенька. Здравствуйте, здравствуйте. Аркадий Ильич. Вы знаете, я не смогу завтра подъехать. Очень жаль, Сашенька. Очень жаль. А может быть, тогда перенести операцию на более позднее время? Нет-нет, я думаю, в этом нет необходимости. Вы только маму предупредите, чтобы она не волновалась. Хорошо, хорошо, я все передам. До свидания, всего хорошего. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Видишь, все хорошо будет, Саша. Они решили взять ее с собой. Работаем по второму варианту. Вы не волнуйтесь, все будет нормально, Виктор Михайлович. Очень бы хотелось. Так вы оба по домам отдыхать. Вы мне нужны свежие и выспавшиеся. Есть. Хорошо. Молодец. Юра, ты сейчас куда? Отдыхать. А что? Да я подумал, может, посидим где-нибудь, выпьем. Серега, ты что последнее время разогнался бухать? Я тебе настоятельно рекомендую, завязывай. А то с утра это тремоло рук, или ты своим перегаром бандитов отравить хочешь. Юра, ты чего не понимаешь, что у меня все мысли только об одном? О Сашке, что ли? Да. Ну ладно, пойдем. Куда? Есть одно местечко. Дядя Юра плохому не научит. За мной? Барин! Оп! Ну че, сборишь и коллег, скучали? Барин, можно тебя? Так. Я далеко стоял, особо не видел. Но мне кажется, ему кто-то деньги передавал. О чем говорили, слышал? Нет. Слушай, барин, может он реально в карты проигрался? А? А может нет? Ну и че, Андрюха? Ну и че тогда делать? Долго не выдержал? Ждать. Вскрытие покажет. Ты когда деньги отдашь? Опа! А я тебе не верну их. Ты считай, что это штраф за то, что свалить от нас хотел? Козел. Ты рот свой закрой и не вякай. Слышь, а давай так сделаем. Я тебе полтинник отдаю, а тёка твоя отработает за тебя. Давай. Ну ты что, козел! Тварь! Давай! А ну сели! Давай, давай, родной! Давай! Че ты? Сели! Слышите, бойцы, я больше предупреждать не буду. Че та жилка-то поистрепалась? Дальше-то была огонь баба. А че ты хочешь? Премия идет, клиентов в нее много. Или она каждый раз говорит тебе, что ты в нее первый? Да ты юморист. О! А Верияныч пожаловал. Меня один Ивашова притащил. Привет. Привет. Бывшим полицейским. Отстрелялись? Скорострелы. Юра, а ты не завидуй. Твоя-то старость не порог. Смешно. Ивашов, а ты чего тут? Ты же у нас без пяти минут примерный семьянин. Был семьянин, да весь вышел. Вот решили расслабиться. Перед важным делом. Каким делом? Банду будем накрывать. Ювелирки на Посадской. На Посадской. Так что, ребята, нам пора. Ладно, мужики, не задерживаем. Слышал? Слышал, слышал. Слышал. Алло, шеф. Тут кое-какая информация всплыла. Надо бы Владимира Альбертовича побеспокоить. Ну и что делать? Значит, не едем никуда? Почему? Едем? А если он нас слил? Мы приедем, а нас закроют. Жалко от такой наживы отказываться. Ну подумай. Да. Барин, это я. Да, Вова, привет. Ты, вроде, на Посадскую собирался. Ух ты, откуда знаешь? Не суть. Короче, хочу предупредить. Нечего туда соваться. Там менты операцию готовят. Ох, и не порадовал ты меня. Зато я тебя другим могу порадовать. Я нашел то, что ты просил. Значит, тут в один магазинчик завезли турецкий контрафакт. Ювелирку. Место тихое. Открылись недавно. Толковой охраной пока не обзавелись. О, это уже хорошая новость. На сколько там? Ну, лямов на сто пятьдесят должно быть. Ох ты. Только я у тебя процент попрошу. За беспокойство. И сколько ты хочешь? Ну, я думаю процентов двадцать. Послушай, ну это тридцать лимонов. Ты что, бедствуешь? Ну, как хочешь. Ну, давай так, либо я тебе называю адрес, ты мне привозишь товар, я тебе сразу деньги, либо… Давай. Что давай? Адрес давай. Улица Гатчинская. Магазин Рубин. Жду тебя завтра. А вот и прояснилось. Сдал нас, гаденыш. Так может я с ним прогуляюсь? Ты что? Так здесь лесопарк рядом. А если нас менты пасут? В хате брать не будут. Иначе бы уже закрыли. В магазине нас ждут. В магазине. О, здорово, Виктор. Здорово. А чего это ты домой так поздно? Дела. Понятно. А что у тебя по этой банде? Работаем. О как! А что мнение сказал? Я б тебе своих ребят дал, в помощь. Да ладно, сами справимся. Своими силами. Чё ты не договариваешь? А Мелихова где? Дома, наверное. Понятно. Я надеюсь. Знаешь, Алексей Павлович, давай я сам буду решать, с кем работать, с кем не работать, кого беречь, кого не беречь. У тебя есть отдел? Вот своими операми занимайся. Злой ты, Витя. Не получится из тебя хороший начальник. Ничего, Лёш, я постараюсь. Не думал, что ты у меня такая смелая. Саш, ты чего? А я? Нет, ничего. Я, кажется, больше тебя испугался, когда барин у тебя пистолет навел. Да я тоже испугалась. Еще пистолет такой. Я таких не видела. Это Стечкин. Димон говорит, их больше не делают. А у Димона он откуда? Это не его пистолет. А друга барина, Рослякова. Тот барину помогает с бытом заниматься. Так он у вас случайно оказался? Ну да. Ты чего? Ничего. Ничего. Ничего себе. Юра, ваш коньяк. Спасибо. Спасибо. И вот, когда моих жены и дочери не стало, я полгода пил, не просыхая. А потом понял, что неправильно это. Знаешь почему? Почему? Потому что я люблю тебя, жизнь. Ну а ты меня снова и снова. Каждый должен решить для себя. Либо он имеет жизнь, либо жизнь имеет его. Я свой выбор сделал. И теперь меня никто иметь не будет. И поэтому ни жены, ни детей, всего, что тебя делает слабым и уязвимым, в моей жизни не будет. Это понятно? Юра, как же твои бабы? Пьянки-гулянки. Ты ж такой жизнелюб. Жизнелюб, Серега. Жизнелюб. Жизнелюб. Поэтому каждый раз, когда я иду на дело, я люблю хороший напиток, красивую девочку и здоровый сон. Попробуешь? Давай попробуем. Давай пьем. Барышня? Да, здрасте. Можно машинку? Дана Ильичева, 13. Через… Давайте через сорок минут, не позднее. Хорошо. Хорошо. И девочку. Красавицы! Выбирай, Ивашов, и постарайся уложиться в сорок минут. Когда они войдут, делаешь испуганное лицо. Делаешь испуганное лицо – моя работа, Виктор Михайлович. Юра, дай им возможность спасти внутрь. Это понятно. Ивашов, блокируешь дверь. Ясно. Остальное все сделают ребята. Ну что, мужики, с Богом. Давай вперед. Так что, Андрюша, после Рослякова отвезешь нас за город, к любой станции. А там наши пути расходятся. Слышь, барин, а мы потом куда? Может, за бугор в нем, а всегда мечтал посмотреть, как оно там, а? Да нечего там делать, Гарик. Тебе не понравится. Тоска. Да ладно. С бабками-то оно везде в карь. Да? Гарик, иди посмотри. А? Да тихо все в руки. Посмотри, говорю. Димон. Димон, ты что творишь? Поехали. Все потом, Андрей. Что это было вообще? Похоже, они нас ждали тут. Да откуда? Да от верблюда. Я же говорил, у Сашки с этим козлом все серьезно. Да что ты орешь? Она в машине сидела. Успокойся, Ивашов. Юра, объявляй план берегла. Хорошо. Лейтенант! Саша, пойдешь с нами. Горин, мы так не договаривались. А мы вообще не договаривались по поводу этой точки. Тогда я пойду вместо нее. Нет. Твое дело машина. Будем сидеть за баранкой. А она, если долю хочет получить, постоит у входа. Можем работать. Вперед. Вперед. Держи пистолет. Держи, он не настоящий. Никольий. Ничего. А что такое? Саша, привет! А ты чего здесь? Привет. Слушай, а мне сказали, что вы с Сережей другая. Что случилось? Кать, сейчас же уйди. А ты чего здесь? Саша, ты чего? Я сказала, сейчас же уходи. Саша, ну что случилось-то, а? Пошла вон отсюда. Пошла вон! Давай! Да давай сюда! С полочки! Давай! Прекрой меня! Прекрой! Ты как? Давай за ними, уйдут! Куда мы едем? На автодром поменять машину. Это слишком приметно. М-да. Не ожидал я этого от Мелиховой. То, что про отца ее всплыло, это хоть как-то понять можно. Но чтоб какая-то соплячка вокруг пальца нас обвела. Это я не предвидел. Да! Отдыхаем, да? А я к вам с новостями. В связи с провалом операции по захвату банды, принято решение об отстранении подполковника Метилина от должности исполняющего обязанности начальника РУВД. Что? Да, с сегодняшнего дня на этот пост назначен ваш покорный слуга. Вот такие дела, Виктор. Запускать Мелихову банду было большой ошибкой. Значит так, чтобы через час все документы по этому делу были у меня на столе. Подполковник Метилин, я отстраняю вас и ваш отдел от дальнейшего расследования до выяснения обстоятельств. Свободны? Что делать будем, Виктор Михайлович? Или тупо промолчим? Нужно найти эту Мелихову с Тарасовым. Тогда может все обойдется. Ивашов, ищай к ее матери в больницу. Если она там не появится, то позвонит это точно. Понял, Виктор Михайлович? Да, Сережа. Я надеюсь, ты понимаешь. Я понимаю. Действуй по собственной инициативе. Серега, трек готов! Все, сейчас! Возьми! 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 Все, уже машину пошли! О, кого я вижу! Здравствуй, Андрюша! Привет, Борисыч! У меня проблемы. Поможешь? Надо срочно уехать из города. Понятно. Нужна машина? Да. Скажи сколько, я отдам. Да о чем ты говоришь, Андрюша? Решишь свои проблемы, пригонишь машину назад. Спасибо. Да. Она может быть в розыске, так что лучше ее на запчасти и лучше сегодня. А… Сделаем. Спасибо. Не подрезайте! Уезжаем из города, а потом из страны. Ты как? Так. А то слишком много ртов на наш каравай разинулось. Это бывшие полицейские. Что? Они уволились год назад. Откуда ты знаешь? А я офицер полиции. Какая? Те, что ты говорила, это… Это только для того, чтобы выйти на банду, да? Нет, нет. Что ты… Я тебя очень люблю. Саша, если ты будешь, чтоб я поверил тебе сейчас. Доставай телефон, звони. Звони! 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 Кому ты там должна звонить? Звони! Давай! Давай, что там вам за особо опасных преступников полагается? Премия, награда, звание, что? Я тебя очень люблю. И я хочу быть с тобой. Поверь мне. Если это все так, прошу тебя, поехали. Поехали, у нас все золото из того магазина, все деньги барина. Уедем отсюда, начнем новую жизнь, прошу тебя. Мы должны это все вернуть. Кому мы должны? Кому мы должны вернуть? Что мы должны? Но они не обеднеют. Пойми, для тех, за кого ты переживаешь, это один раз в ресторан сходить пожрать. Один. Ты за правду, да? Ты за справедливость? Где эта долбанная справедливость была, когда я на койке горячился, а мои друзья по своим деньги собирали на операцию? Где она была, скажи мне, Саша? Я не пойду против закона. Законы. Законы, Саша, это интересы государства. Когда я кубки брал, я страну представлял. Я! Это твоя победа, Андрей. Твоя победа, это победа нашей страны. Хрен! Ни один человек не пришел! Ни один не спросил, как ты, Андрюша? Может быть, тебе помочь надо чем-нибудь? Может быть, тебе лекарства нужны? Или на операцию деньги? Или на белоксин долбаный? Я не смогу с этим золотом жить. А я без этого золота сдохну! Ну, значит, мы умрём вместе. Ну, значит, мы умрём вместе. Что надо делать? Помнишь пистолет, про который я у тебя спрашивала? Да. Это пистолет моего отца. Две недели назад его убили из его же оружия. Здравствуйте. Девушка, покиньте помещение, пожалуйста. В чем дело? Вы кто такие? Оставьте нас. Извини, а. Вы от барина? Мне же сказали, его убили. Это кто сказал? Что вам нужно? Слушай меня внимательно, сволочь. Или ты мне говоришь, откуда ты взял вот этот пистолет? Или я тебя убью? Я эту пушку впервые вижу. Следующий в голову. Ну, хорошо. Мне передали этот пистолет люди от одного важного человека. Что за человек? Полицейский, в чинах. Я ему сообщаю, в какой магазин привезут контрафактное золото. А потом он с них требовал деньги, так? Ну, так. Фамилия. Быстро! Девушка, я прошу прощения. Здесь женщина лежала. Вы не знаете, где она? А ее перевели на другое отделение. На восстановительную терапию. Спасибо. Саша, а ты где вообще? Так, послушай меня. Послушай меня, Метелин? Это ты меня послушай. Все улики против моего отца он подбросил. В кабинет, в квартиру. Он был там во время обыска. Саша, этого не может быть. Саша, ты должна приехать в отделение. Написать рапорт. Послушай. Метелин обещал мне, что в этом случае он постарается займять твое участие. Это исключено. Саша, послушай меня. Черт. Господа, бывшие полицейские. Серег, а то что ты делаешь? Саша где? Так, мужики, слышишь? Негово. Уходим. Синяя! Стороги! Что будем делать дальше? Нужно найти место, где нас не будут искать. Я знаю такое место. Я знаю такое место. Да? Алексей Павлович? Да. Здравствуйте, это Саша. А вы сейчас один? Можете говорить? Да я слушаю, Саша. Мне очень помощь ваша нужна. Можете ко мне приехать? Сашенька, с тобой все в порядке? Да нет, нет. Со мной все в порядке. Говори адрес. Гончарная, 13, Клуб, 500. Да, хорошо. Я подъеду, не волнуйся. Спасибо. Барин, ты откуда взялся? Мне же сказали… Кто сказал? Что ты глупости слушаешь, Вова? Может, скорую вызвать? Да не надо. Вина на леи красного. Вина на леи красного. Я не виноват. Может, тебе денег дать? Ты скажи, сколько надо. Да успокойся. Я-то подмешал Сальери. Слушай, перестань, а ну кто ж знал, как там обернется? Да ладно. Ты не Сальери, я не Моцарт. Хорошо. Никогда мне не нравились Эликвием, черный человек. Водок радости – это да. Да. Здравствуй, Сашенька, а тебя все управляют? Тебе не ищет. Найти не может. Фух, а ты вот, здесь. Саш, ну что ж ты натворила? Я понимаю, Алексей Павлович, у меня к вам предложение есть. Мы отдаем вам это золото, а вы помогаете нам с Андреем уйти. Ну ты же понимаешь, это невозможно. Боюсь, подполковник Метелин будет нас искать. Хм, Метелин, он ты здесь при чем? Я знаю, кто убил моего отца. Помните, вы говорили, что это кто-то из наших? Ну? Сегодня я поняла, кто это. Кто? Это... Это подполковник Метелин. Метелин? Да ну не может быть. Да нет, ну не может быть. Нет, подожди, хотя именно он руководил сегодняшней операцией, и получается, получается вывел бандитов из-под огня, значит, был связан с бандой. Все сходится. Уже давно хотел получить место от твоего отца, вот и решил таким образом. Старый я идиот. Сашка, ну ты же умница. Спасибо, Алексей Павлович. Спасибо. Ведь именно такую легенду вы для меня приготовили, так? Да. Все предусмотрели, кроме одного, что я могу поехать к вашему компаньону. Царь. Рослякову Владимиру Альбертовичу. Андрей. Андрей. Андрей, Андрей. Да. В папашу вся. Ну кто тебя просил? Ну кто? Что ты полезла в это дело? Ну уехала бы со своим другом, и все. Теперь сама виновата. Завалить обоих. Всем стоять! Стволы на пол! Быстро! Оружие на пол! Я сказал, на пол! Быстро! Стоять! На пол, я сказал! В стене! В стене, быстро! Ноги растаяли, встали! Даша, в порядке, где как? Все хорошо? Саша, молодец, что позвонили. Не дергаться! Я надеюсь, вся наша договоренность по поводу Андрея в силе? Ну и ты вручаешься за него? Пойдет как свидетель. Ну, Алексей Павлович, ты, конечно, мразь. Ну все, 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 все! Переиграли. Ты как? Нормально. Как ты? Нормально. Возьми ключи. Не упусти эту сволочь. Давай, Саша! Давай. Давай. Возьми ключи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, объявляй план перехват. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, тварь, узнаешь место, а? Я здесь твоего отца урыл. И тебя урою. Что вы везде лезете? Что нос свой везде суете, паскуды? Жить не даете? Да пошел ты. Собираю наши встречи, наши дни, как на нитку. Это так долго. Я пытаюсь позабыть, но новая попытка. Коли ты в год. Расставляю все мечты по местам. Кричу нервы, ночи, веры. День за днем догория, но огнем. Только мысли все о нем и о нем. О нем и о нем. Я к нему поднимусь в небо. Я за ним упаду в пропасть. Я за ним, извини, гордость. Я за ним одним, я к нему одному. Я к нему поднимусь в небо. Я за ним упаду в пропасть. Я за ним, извини, гордость. Я за ним, одним, я к нему, одному… Не волнуйся, девочка. Теперь с твоим кончиком все будет в порядке. Я к нему поднимусь в небо, Я за ним упаду в пропасть. Я за ним, извини, гордость. Я за ним, одним, я к нему, одному… Я к нему поднимусь в небо, Я за ним упаду в пропасть.